Всем привет! Привет! С вами снова Юрий Каретин и Юлия Сомова. Привет! О чем ты хотел сегодня поговорить? Меня давно интересует такая тема. В России уже много лет установлена форма тоталитаризма, которую я могу назвать стопроцентным обыкновенным фашизмом. Причем особенность этого фашизма заключается именно в том, что путинский режим, в общем-то, не придумал практически вообще ничего нового, ничего оригинального, что могло бы выделить русский фашизм в какую-то особенную категорию. Сегодняшний русский фашизм именно максимально классический, максимально идеальный, какой только возможен. Но при этом не только российское гражданское общество, которое сейчас все в тюрьме или в эмиграции, но и открытое общество, демократические страны, очень редко почему-то называют русский тоталитаризм фашизмом. Придумывают какие-то новые термины. Рашизм, неофашизм. В принципе, можно и новые термины придумывать, потому что у каждого фашизма и вообще у каждого тоталитаризма есть какие-то свои уникальные черты, которые зависят от культуры, времени, главное, от личности диктатора, которые все сходят с ума по-своему. Поэтому, конечно, в принципе, можно классифицировать, описывая каждый из них каким-то собственным термином. Но хорошо бы при этом все-таки понимать, что это всего лишь нюансы обыкновенного классического фашизма. Впрочем, вряд ли человечество вообще теперь изобретет что-то новое, потому что такая жесткая глубокая форма тоталитаризма, как фашизм или нацизм или коммунизм, в наше время это настолько ретроградная вещь. Человечество настолько много десятка миллионными жертвами прошло через это в 20 веке и приобрело просто весь опыт, который можно себе представить. Это настолько, поэтому пройденный этап для человечества, настолько это нелепо, настолько безумно ретроградно, и настолько наше время является просто какой-то кровавой клоунадой, что то, что какой-то народ в наше время способен позволить возродить фашизм, как это сейчас произошло в России. Это нужно, чтобы эта диктатура опиралась на что-то абсолютно внеисторичное в сознании народа и в его поведении, на что-то, что вообще лежит за пределами представимого исторического опыта, на какие-то постоянные элементы сознания, психики. Для меня, например, эталоном такого внеисторического сознания, я его называю сознанием леммингов или насекомых, существ, которые вообще не приобретают исторический опыт, которые живут во внеисторическом, как животные. Для меня эталоном этого, например, служат очереди в церкви к привозным так называемым мощам святых. Я с такими очередями сталкивался во Владивостоке, когда в город привозили эти самые мощи святых. Очередь выстраивалась реально через весь город. Люди всех возрастов, полов, поколений, родов занятий, образовательных уровней стояли под 12 часов в этой очереди, чтобы посмотреть на эти так называемые мощи, или там потрогать их, или чего там еще дают с ними сделать. Это настолько потрясающе. Коммунисты в свое время эти мощи уже вскрывали, поперевскрывали, уже смеялись, попересмеялись над этим мусором, который там был завернут. Эти православные попики вообще со свечкой в жопе на карачиках бегают еще со времен Петра, а уж в 20 веке, когда они все, выжившие, стали сотрудниками КГБ и стояли в отделениях просто в очередях, чтобы сдать доносы друг на друга. И сейчас, когда русская православная церковь стала главной фашистской религией, вот все это и стоять в 12-часовых очередях, то есть это нужно быть существом, реально живущим вне истории, существом, не осознающим реальность с помощью разума вообще. Да не только с помощью разума, с помощью любой формы осознанного восприятия. То есть эти существа должны жить вообще вне какого-либо исторического опыта. Поэтому, видимо, и этот фашизм может опираться на просто какие-то найденные шаблоны, по крайней мере для этого народа, на которые он будет реагировать, которые можно ему продвигать, вообще вне поля их реального сознания. Это мы можем смеяться, удивляться, как вдруг люди становятся бессмысленными насекомыми. Но при этом эти же люди используют свой разум для какого-то оправдания, объяснения для самих себя, этих уже стопроцентно ретроградных, потерявших всякий смысл шаблонов. Хотя чем безумнее эти шаблоны, чем меньше в них смысла, тем глубже приходится этим людям перекраивать свою реальность. В случае русских людей в наше время это до самого основания. Самых базовых принципов мироустройства, базового осознания реальности, по крайней мере социальной реальности, у них не остается. Их заменяет какой-то безумный клубок противоречивых мифов. И при этом на этом безумном клубке они как коммунисты в свое время выстраивают какие-то абсолютно безумные альтернативные миры такой глубины, что у коммунистов это были целые институты, которые разрабатывали эту свою безумную философию и выходили миллионы книг. И сейчас это все возвращается. Можно зайти на тот же рутрекер, где две трети раздач под нацистко-коммунистическими символами и в разделе гуманитарных наук посмотреть. Сейчас выходят, уже скорее всего, не по заказу партии, а в совершенно добровольном порядке какие-то сотни и, мне кажется, тысячи таких же безумных книг, как и во время коммунации. Для меня, как для обычного нормального человека, кажется почти невероятным сконструировать свою реальность до такой степени, чтобы изложить это даже в какой-нибудь более-менее длинной статье. А как можно написать по этой альтернативной реальности целую книгу с какими-то якобы прям историческими фактами и документами, с какой-то там логикой даже, выстроить реальность, чаще всего просто озеркаливающую, настоящую, просто инвертированную, и целую книгу о сотнях страниц. А теперь представьте, что у этих книг целая библиотека уже написана. Вообще это феномен достойный изучения, я считаю. Поэтому вопрос, называть ли сегодняшний русский тоталитаризм фашистом, для меня лично очень прост. Просто загляните в русские государственные фашистско-пропагандистские новости. Вообще, мне кажется, вопрос после этого должен отпасть у всех. У меня такое впечатление, что все не называют русский тоталитаризм просто обыкновенным фашизмом, только потому, что они не читают русских новостей. Конечно, этого не стоит делать. Это может реально травмировать сознание. Но просто ради того, чтобы убедиться в моем тезисе. Но вот это извращенное же сознание работает и так, что люди будут смотреть в эти новости и не видеть у них фашизма. Сознание людей уже достаточно обработано пропагандой, чтобы можно было даже не лгать, чтобы можно было вообще говорить все как есть, и они просто принимают это каким-то своим инвертированным образом. Они будут видеть фашизм, слышать фашизм, участвовать в фашизме, пропагандировать фашизм, и не называть его фашизмом, а называть фашизмом демократию свободного общества, например, как это делали коммунисты. Ну вот, если ты говоришь, что российский тоталитаризм сейчас представляет из себя обыкновенный фашизм, дай тогда определение фашизма, чтобы мы могли сравнить его с сегодняшней фашистской реальностью, со стороны естественного, неинвертированного сознания, конечно. Самое нейтрально-классическое определение по Википедии, например, фашизм – это ультра-националистическая идеология и общественно-политическое движение, а также устанавливаемый на их основе диктаторский режим. Фашизм характеризуется централизованной автократией, милитаризмом, жесткой социальной иерархией, силовым подавлением оппозиции и индивидуальных свобод, а также стремлением к мобилизации общества и к тотальному контролю над обществом и экономикой. Занимает крайне правое место в традиционном лево-правом политическом спектре. Фашизм имеет разнообразные интеллектуальные и культурные источники и сочетает в себе противоречивые идеи, как революционные, так и консервативные, включает рациональные и иррациональные элементы. Среди характерных признаков фашизма выделяют антилиберальную и в конечном счете антиконсервативную направленность, антидемократизм, отрицание выборной демократии, социал-демократии, антисоциализм, реваншизм, вождизм, экспансионизм и т.д. вплоть до политики геноцида. Но это все уже относится к более частным проявлениям фашизма, которые могут присутствовать, а могут и отсутствовать. Очень известным и одним из самых распространенных описаний фашизма является описание Умберто Эко, который выделил 14 признаков фашизма. Возможно, это не очень научное описание с академической точки зрения, но Умберто Эко все-таки довольно хорошо подметил эмпирические признаки, характерные для фашистских диктатур, с которыми он сталкивался в свое время. Ну, давайте их перечислим. Первое. Культ традиции. Традиционализм старее фашизма. Главные идеологи фашизма состоят сплошь и рядом из мыслителей-традиционалистов. Нет места развитию знания, истина уже провозглашена раз и навсегда. Почти не нужно комментариев. Это да. Силовая поддержка так называемых традиционных ценностей. Здесь, кстати, историческое отличие русского фашизма в том, что Путин, превратившись в фашистского лидера, на самом деле пытается восстановить коммунистический режим периода заката, периода своей молодости, периода застоя. Отчасти пытается восстановить. Поэтому чисто традиционные фашистские ориентиры, вплоть до показной религиозности и опору на русскую православную церковь, как одного из главных сегодня проводников русского фашизма, он опирается и на некоторые родные и знакомые ему коммунистические ценности, которые не столь традиционны, как ценности 19 века, совсем классические. Но для века 21-го эти коммунистические идеалы и ценности – это тоже уже ретроградство, конечно же. Это тоже традиционализм. Ну и здесь же опыт русских коммунистов, выстраивающих тоталитарно инвертированную реальность, в которой Россия называет себя федерацией, называет тоже себя демократией, называет себя парламентской республикой, как будто бы у нее есть дума, как будто бы у нее есть настоящее законотворчество. Ну, к этому прибегают сейчас все тоталитарные режимы, может быть, там, кроме мусульманских. Потому что идея свободы, идея демократии, идея прав человека, открытым обществом столько взросшено, продвинуто во всем мире, настолько им доказана безальтернативная обязательность этих общих принципов, что все тоталитарные системы имитируют эти вещи тоже. И тут, конечно, у русского фашизма начинается полная идиосинкразия, которые теперь в открытую говорят, что нам не нужна демократия, и при этом, что у нас настоящая демократия, а у них в демократических странах не настоящая демократия. И что нам, как русскому народу, демократия чужда, но она у нас есть. Но эта демократия, это не то, что демократия. Нет, то есть это настоящая демократия, это у них не то, что демократия. Ну и дальше, естественно, для русской пропаганды микс. Второе. Традиционализм ведет к неприятию модернизма. Итальянские фашисты и немецкие фашисты обожали технику, тогда как их мыслители-традиционалисты технику и клеймили, видя в ней угрозу традиционным духовным ценностям. Фашизм отрицал капитализм, при этом наслаждаясь аспектами своей индустриализации, спокойно существуя в этом противоречии. Поэтому фашизм можно определить как иррационализм. Разработчики предмета «Основы российской государственности» с нового учебного года его будут преподавать в российских вузах, приготовили целую серию фильмов-пособий. Именно из них первокурсники смогут в максимально доступной форме узнать об основах государственности, в кавычках, конечно, и подготовиться к экзамену по новому курсу. И вот в этих видеокурсах говорится, «Рационализм в России не прижился». Это я цитирую. «Изменчивый климат мог принести сюрпризы, а вот быстро принятое, часто неочевидное решение спасало больше, чем прагматичный подход. Утверждают авторы фильма, называя русский авось эффективной технологией принятия решений». Ну, все правильно. В общем, мы его и увидели сейчас. На последней лунной миссии российской. Третье. Культ действия ради действия. Думание не поощряется. На его место приходит действие. Поэтому фашисты отрицали саму суть культуры. Она вполне логично казалась им носителем критического мышления. «Когда государство начинает подозрительно относиться к интеллектуальному миру, это сигнал присутствия фашизма. Культура отвергалась как факт». Цитата Геббельса. «Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет». Ну, здесь как раз русский фашизм не столь классичен. Опять же, ввиду коммунистического наследия. Коммунисты были гораздо более продвинутыми пропагандистами, чем европейские, особенно немецкие нацисты, например. Я предпочитаю не называть нацистов фашистами, чтобы поточнее отделить эти два явления друг от друга. Просто европейцы из своего культурного наследия и своей ментальности не могли возводить на столь инвертированную реальность, как это сделали в России коммунисты. Они не могли настолько врать. И они не могли создать такое чудовищное пропагандистское знание, настолько извращающее человеческое сознание до самых его глубин, как это сделали русские коммунисты, на опыт которых опираются сегодняшние русские фашисты. И поэтому коммунисты совсем не отрицали культуру. Зачем ее отрицать? Это как бы слова, это музыка, это кино, это картины, это все эти знаковые системы культуры, в которых живет человек. Они просто это использовали. Это все стало пропагандой. Пропаганда – это плюс на весах диктатуры, а отсутствие культуры – это пустое место, это неиспользуемые возможности. Поэтому теперешние русские фашисты, как и их предшественники, русские коммунацы, как коммунисты, просто заменяют культуру пропагандой. И причем, если у коммунистов в 20 веке это получалось сделать неплохо, потому что творческий потенциал народа в 20 веке, когда было время что-то создавать, не только в России, а во всем мире, он должен был как-то реализовываться. И он пытался реализовываться в условиях коммунистической диктатуры. Создавать музыку, создавать фильмы, которые сейчас стали киноклассикой, и которые несут в себе, будучи киноклассикой, четкие зерна коммунистической пропаганды. Но тогда, за железным занавесом, при тотальном отсутствии объективной информации о том, как устроен наш мир, и, соответственно, когда эту пропагандистскую реальность коммунистов нечем было оспорить, творческое сознание художников, оно как бы более-менее смело и креативно работало в рамках этой пропаганды. Но сейчас, когда это совершенно безумно ретроградно-фашистский микс, для восприятия которого нужно полностью отключить, адекватное сознание, творить в рамках такой пропаганды, пока что нормально творить, пока что все-таки получается немногим, там, какому-нибудь Артемию Лебедеву. Да, совсем уж моральным выродкам, типа Никиты Михалкова. Но, возможно, получится. Получится. Ну и, кстати, сколько бы Геббельс не хватался за пистолет, немецкий нацизм, он все-таки просуществовал довольно мало. Он не прошел свой полный цикл эволюции, как прошел его русский коммунизм. И его победили на взлете, на самой военизированной вершине, когда было как бы не до культуры. Но все-таки культура уже существовала. Гитлер пытался перестроить Берлин. Если бы Берлин не разрушили союзные войска, Гитлер бы все равно его разрушил. В его планах было снести эти старые, прекрасные европейские районы и построить имперский город. Причем этот имперский город закладывался как бы в стороне от старых районов. В принципе, старые районы можно было и не сносить, но он планировал их снести. Это пережиток старого буржуазного прошлого. Вот. И это была новая имперская культура. Так что тут Геббельс зря хватался за пистолет. Супер книга «Майн кампф», сделанная лучшими немецкими мастерами в самом лучшем кожаном переплете, которая должна была храниться тысячу лет Третьего Рейха. Лени Рифенштайль. Фильмы, которые обогатили операторскую работу мирового кинематографа. А если б нацизм победил, и этот угар войны прошел, и, как говорит Гумилев, пассионарность, которая приводит к активным действиям, геноциду и убийствам десятков миллионов человек спало бы, то нацизм следовал бы по тому же пути, по которому следовал и коммунизм, который тоже, убив десятки миллионов человек, постепенно выродился в застой. И тогда те самые действия в значительной степени потеснились бы словами. Потому что слова и культура это все-таки гораздо менее ресурсы, энергозатратно, чем мировые войны. Четвертое. Ни одна форма синкретизма не может вынести критики. Синкретизм – сочетание несочетаемых образов мышления, образующих условное единство. Современный мир уважает несогласие. Для фашизма несогласие – предательство. Ну, это тоже не требует особых комментариев. Если кому-то что-то неясно, можете лайкнуть в интернете оппозиционный пост и после того, как вам выбьют дверь, полежать мордой в пол, пока вас не заберут. Пятое. Несогласие – знак инокости. Самые первые лозунги любого фашистского движения направлены против инородного. Фашизм по определению замешан на расизме. Вот здесь вот как раз этот пункт, указанный Умберто Эко, слишком узок. Опять же, современный русский фашизм, как наследник коммунизма, имеет немножечко другие идеологические корни изначально. Хотя в ненависти к украинской национальности он теперь, как я говорил, стал идеальным фашизмом. Но он имитирует, как и коммунистическая идеология, несколько другие принципы. Потому что коммунисты были зациклены не на расизме. Они были зациклены на абсолютно абстрактных вещах, каких-то несуществующих классах. А когда их не осталось просто на совершенно рандомных, случайных обвинениях в несуществующих преступлениях, тот у коммунизма, как изначально, как бы несколько более модернового, чем фашизм движения, вообще не было никаких рациональных, исторических ориентиров и якорей, которые были у фашизма. Расизм, антисемитизм, он, в общем-то, был свойственен христианам, всю их историю, как и многим другим народам. И сейчас в Африке одно племя пытается уничтожить иногда другое племя. Там китайцы с японцами и так далее. Это очень базовые и самые простые формы, в которых выражается борьба с чужеродным, борьба с различием, борьба с другими. В общем-то, под этим есть биологическое основание. Почему мы, например, любим кошек и кошачьих, но не любим обезьян. Ну, то есть, не то, что не любим. Я так как биолог люблю, но обезьяны кажутся нам карикатурой, пародией на человека. Они не кажутся нам достойными представителями животного мира, потому что они к нам эволюционно близки, ближе всех. Кошки от нас эволюционно далеки. И для обезьян крупные кошачьи в природе были врагами. И поэтому, когда на горизонте появлялась крупная кошачья, как об этом пишет Дольник в «Непослушном дите биосферы», она приковывала взгляд всех обезьян. У обезьян такой инстинкт постоянно смотреть на кошачьих, если они рядом, любоваться ими, держать их в поле зрения. А вот обезьяны – это как бы для человека пародия на представителей собственного вида. В эволюции есть силы, которые стремятся разделить подвиды, не давать им скрещиваться, так чтобы два расходящихся подвида рано или поздно стали двумя различными видами. Так увеличивается в природе биоразнообразие, увеличивается количество видов. Если две популяции начали расходиться, часто возникают различные стимулы, в том числе поведенческие, которые не дают представителями этих двух подвидов скрещиваться, что разводит их еще дальше. И этот же принцип действует и у человека. Он видит существо другой расы, как бы существо его вида, но максимально отлично от него, насколько это возможно, внутри вида. И, кстати, не обязательно это должна быть одна раса, это могут быть просто люди из разных племен, некоторых примитивных культурах, просто незнакомый представитель чужого племени, если культура достаточно враждебна. Ну, а уж если это представитель другой расы, с очень четко и хорошо опознаваемыми чертами различия, тут конфронтация, приводящая к сегрегации этих двух рас, то есть как бы двух подвидов, обладающих разными свойствами и качествами, может проявляться особенно легко. Тут просто ничего придумывать не нужно. Это то, что может проявляться буквально автоматически, если кто захочет и не будет этому препятствовать. Но коммунизм несколько более модерново продвинутая и лишенная таких корней идеологии. Коммунисты свободно выбирают, кого ненавидеть по каким-либо абстрактным признакам, будь то классовым, будь то представителей какого-нибудь другого социального слоя. И причем как проводники исключительно абстрактной безумной идеологии, они в общем не обязательно могут продвигать ненависть к этому народу. Они могут пропагандировать примерно то, что сейчас пропагандирует Путин в отношении украинцев, уничтожая, пытаясь уничтожить украинский народ, тут же инвертировать реальность и утверждать, что украинцы нам братья, а мы боремся с кем-то, непонятно там с кем, с какими-то нацистами, которые на самом деле не украинцы, а поработили украинский народ и что-то в этом роде. Как и коммунисты, для которых свободный мир и Соединенные Штаты это был главный враг, который они всю жизнь хотели уничтожить, но при этом оказывалось, что они хотят уничтожить Америку, но не простых рабочих американцев, угнетаемых теми же самыми империалистами, место которых заняли сегодняшние украинские нацисты. То есть мы всех уничтожим, но при этом мы всех любим. И мы им не враги. Коммунисты идеологию полного железного занавеса и кольца врагов поддерживали пропагандой тотального миролюбия, нежелания войны и мир во всем мире, и хотят ли русские войны и так далее. Ну, инвертированная реальность у русских людей началась уже тогда. Поэтому здесь русский фашизм, он шире этого определения традиционного фашизма, замешанного на расизме. Русский фашизм здесь берет борьбу с несогласием, борьбу с инаккостью, так же как коммунизм и совершенно спонтанно откуда хочет. Это могут быть украинцы, это могут быть украинцы, хотя мы их уничтожаем, но не украинцы, а какие-то там украинские нацисты. Это могут быть ЛГБТ, это может быть пятая колонна. В будущем, я уверен, русский фашизм будет придумывать себе еще каких-нибудь новых, более актуальных врагов. А, ну, это опять же весь свободный мир, все страны реальных демократий, это все, кто борется за права человека, то есть здесь инаковость берется не только в традиционном расизме, а в абсолютно любой сфере, от половой до безумно социальных, идеологических, которые возникнут в этой инвертированной реальности русских фашистов. Ну, это просто расширение этого пятого пункта. Шестое. Опора на средний класс. Первой опорой фашистов был средний социальный класс, пострадавший от политического или экономического кризиса. Этот класс испытывает страх перед раздраженными низами. Опять же, в традиционном фашизме, в странах, в которых возник традиционный фашизм, видимо, этот средний класс все-таки был. Что такое средний класс в России, это большой вопрос. И здесь русский фашизм опять же берет, как говорится, все самое лучшее у своего учителя коммунизма, который опирался скорее на низший класс. И это, кстати, по-моему, более удачная концепция для тоталитаризма. Потому что русский фашизм сейчас использует ту слабость социума, о которой когда-то говорили, о которой боялись, например, первые отцы основателей Соединенных Штатов. Они боялись, что молодая американская демократия, первая в истории современного мира после античности, потонет в грязи, как они это говорили. Как это случилось с античными демократиями? То есть уровень гражданского самосознания и образования общества должен быть достаточно высок для того, чтобы существовал осмысленный избирательный процесс, для того, чтобы народ мог контролировать государство, правительство для того, чтобы он мог создавать демократию. И античный мир до такого уровня развития своих граждан не дотягивал очень часто. И никто не знал, дотянет ли. Поэтому же, например, в европейских демократиях, которые существовали, в общем, на протяжении практически всей истории, там, в отдельных итальянских городах, такие как Венеция, в Нидерландах, количество реальных избирателей было небольшое. Это был высший и действительно обеспеченный средний класс. Не потому, что они были такие плохие, потому что этот самый низший класс чернь, необразованная, она находилась просто в совершенно ужасном состоянии. Любой современный человек, попадя он в то время, он понял бы, что нет, пожалуй, эти люди не готовы не только к демократии, они вообще не готовы ни к чему. И вот эти люди, это чернь, которые не могут здраво осознавать и отстаивать собственные права, хоть как-то быть способными распознавать популизм, тоталитаризм, хоть как-то быть способными создать иерархию лучших, чтобы выбирать их на такие места, на которых они складывали бы адекватно функционирующее государство. Эта самая чернь, которой боялись отцы-основатели Соединенных Штатов, на них сейчас делает ставку русский фашизм. И на них же, кстати, делал ставку и русский коммунизм. Потому что современный русский фашизм, в отличие от коммунизма, не вырабатывая более-менее стройно непротиворечивую философию и концепцию социального устройства, просто хаотично намешал всякого разного безумия. Просто вставил миксер в мозги русских людей и включил его. И, конечно, наиболее сильно перемешались мозги низших классов. Если в России человек хоть как-то чуть-чуть попроще, вы видите, то это все, у него нет шансов. У него не остается даже просвета от этой пропаганды. И на эту же самую чернь, на Западе, в свободном мире, на теории заговора, на любые радикальные фашистско-нацистско-коммунистические течения, на самые безумные фейки, русская пропаганда опирается в попытках дестабилизировать и разрушить общество свободного мира. Оно обращается к той самой черни, к самым слабым, к самым неустойчивым мозгам в любом сообществе. Поэтому я бы здесь опору на средний класс заменил на опору на низший класс. Ну и вообще говоря, в России это большинство. И сейчас российская пропаганда достаточно сильна, чтобы обращаться вообще к представителям совершенно любого класса. Она способна обрабатывать абсолютно всех. От пролетариев до так называемых интеллектуалов. А она опять же в этом пункте максимально расширилась, эволюционировала, стала всеяднее и совершеннее. Так что шестой пункт опора на средний класс я бы для русского фашизма, пожалуй, исключил бы. Седьмое. Тому классу, который стоит на грани нищеты, фашизм говорит, что факт рождения в этой великой стране является большим преимуществом. Так выковывается национализм. Также важнейшим моментом является особое мероощущение, повсюду враги. В основе находится боязнь заговора, в идеале международного. Нация должна ощущать себя осажденной. Если нет возможности разбить внешнего врага, выдумывается враг внутренний. Здесь, опять же, седьмой пункт, он самый универсальный. Он вообще подходит не только для фашизма, нацизма и коммунизма. На него сейчас опирается любая диктатура. Любой Мадуро, в любой Венесуэле, и любой какой-нибудь тоталитарный африканский лидер. Враг, внешний или внутренний, опять же, простейший и примитивнейший способ сплотить нацию на основе незаконной власти и отвлечь ее от собственных преступлений. В фашизме первой половины 20 века главными врагами были евреи. Почему-то сейчас все акцентируются именно на этом, как на отличительном свойстве фашизма. Но это было просто фашизо, исторически обусловленное, конечно, шизо. Тамошних тоталитарных лидеров. Но это не обязательно должны быть евреи, не обязательно акцентироваться на индивидуальных особенностях каждого конкретного фашизма. Важно просто наличие и присутствие врага. У коммунистов это были кто угодно. Кстати, время от времени евреи были, говорят, если бы Йось Каджугашвили не сдох, геноцид обернулся бы против евреев в гораздо большей степени, чем те антиеврейские процессы, которые были до этого. Коммунистам было вообще все равно кого уничтожать. Про это были просто миллионы, которые готовили заговор с целью покушения на великого Сталина. И все, вот вам и классификация. Но более долго живущие и долго существующие коммунистические диктатуры делают таким врагом общества свободного мира. Делают врагом демократический мир. Потому что, во-первых, он достаточно устойчив, практически вечен. Они знают, что его не победить, разве что уничтожив вместе с ним всю землю. Он несет в себе ту идеологию, которая потенциально способна разрушить фашизм, коммунизм и другие формы тоталитаризма. И поэтому его приходится объявлять врагом, чтобы бороться со всеми проявлениями прав, свободы, достоинства, демократии, которые просачиваются, если могут, в страну вместе с информацией об открытом обществе. И поэтому против такого врага можно возводить железные занавесы, можно бесконечно готовиться к войне с ним, можно бесконечно мобилизоваться, можно бесконечно противопоставлять ему свою тоталитарную идеологию. С бедными беззащитными евреями этого невозможно было делать. Но принцип остается тот же. Идеология кольца врагов. Седьмой пункт присущий не только фашизму, но абсолютно любому тоталитарному режиму. Восьмой пункт. Враг изображен мощным, но при этом слабым. Британцы питаются лучше, чем честные работящие итальянцы, евреи богаты, к тому же имеют тайную сеть взаимопомощи. Тем не менее, даже их можно с легкостью завоевать, потому что мыслят они неправильно, а значит, они слабы. В общем-то, это тоже абсолютно идеально подходящий к современному русскому фашизму пункт. Достаточно заглянуть в любую русскую пропагандистскую ленту новостей, чтобы увидеть, что все новости об открытом обществе поделены на две категории, которые представлены примерно в равной степени, просто перемешаны друг с другом. Эта идеология пропаганды, она, кстати, тоже взята полностью, у коммунистов, у которых она состояла из тех же самых двух, слитых воедино, диаметрально противоположенных посыла. Капиталистический мир обречен и находится на пороге мировой революции, и десятки миллионов американских голодающих рабочих, живущих за черту бедности, притесняемых мировых капитализмом, скоро отвоюют себе свободу и начнут строить коммунизм, как в России, и с другой стороны догнать и перегнать Америку. И на миллион кубометрах больше, чем в Америке. И статуя родины-мать должна быть на несколько сантиметров выше, чем центральный монумент в Вашингтоне. И стали проката должно быть в год выпущено на столько-то тонн больше, чем в Америке. Тот же микс видим в пропаганде и сейчас. Половина новостей о том, что Европа так ужасно слаба и кризис, что она скоро помрет с голоду и погибнет, особенно почему-то без России. И с другой стороны, мы сейчас будем догонять и перегонять и замещать. То, что Европа делает, она нам не дает. Или воровать, по крайней мере, через страны третьего мира. Да, и с другой стороны, здесь же в этой новостной ленте о том, что Европа или Америка что-то якобы признает, что-то, что соответствует российской пропаганде, признает, что в Украине нацизм, что Украина скоро проиграет, что великий российский диктатор был во всем прав и так далее и тому подобное. То есть, с одной стороны, попытки опереться на мнение того самого своего вымышленного врага, опора на его слова и на его мнение, как на референтные, как на то, что подтверждает собственную правоту. Хотя в этих пропагандистских новостях, конечно, эти все мнения, это все фейки, перевранные. И с другой стороны, следующей же новостью, типичное отзеркаливание, пытающейся представить свободный мир безумным, вымирающим и не живущим в адекватной реальности. Девятый пункт. Нет борьбы за жизнь, есть жизнь ради борьбы. Пацифизм осуждается. Идет подготовка к войне и решающему бою, где враг будет разбит, контроль над миром приобретен и наступает Золотой век. Подготовка к войне и решающему бою, в общем, это центральный элемент милитаризации пропаганды, милитаризации сознания, которая дополняет седьмой пункт Кольца врагов. Золотой век у нацистов был Третьим рейхом, у коммунистов век победившего коммунизма, у русских фашистов это русский мир. Это да, этот пункт, он чисто нацистко-коммунистическо-фашистский. Какие-нибудь африканские диктатуры не уверен, что они все создают идею Золотого века, хотя, возможно, она в той или иной степени присутствует в любой тоталитарной системе, но ярко выражена она именно в фашизме. А подготовка к войне и решающему бою необходимый элемент для призыва поджать пальцы, подтянуться, потерпеть, пока миллиарды диктатора и его окружение переводятся в офшоры, выполнить свой долг перед страной, отдать жизнь во благо народа и будущего и так далее и тому подобное. Десятое. Типичен элитаризм ввиду его аристократичности. Фашизм исповедует популистский элитаризм. В тайне режим презирает низшие слои, однако на словах граждане составляют лучший народ на свете и все вступают в одну партию. В иерархической элите любой презирает вышестоящего за то, что он ему подчиняется и ниже стоящего за то, что тот слаб и позволяет собой помыкать. Здесь десятый пункт просто идеален для русской почвы с ее полутысячелетним рабством, где рабы все абсолютно кроме императора и где у всех накоплено столько комплексов неполноценности из-за унижения и своего рабского состояния, что они просто сами выстраиваются в тоталитарную систему взаимного подчинения власти и уничижения. И вот это вот презрение к низшим слоям и опора на них на словах, в наше время оно просто трансформировалось в мафиозно-клановую структуру, которая имитирует собой народную демократию всегда. В России в латиноамериканских диктатурах это просто преступники, миллиардеры, которые просто ввиду своей неограниченной власти и своих безграничных богатств чувствуют себя элитой и, соответственно, презирают тех, кто находится ниже них, тех, кто не смог награбить столько же. Но на словах они всегда действуют от имени народа и здесь у русского фашизма очень хорошие коммунистические корни. Коммунисты были идеальным примером диктаторов, который действовал всегда именно от имени народа, еще больше, чем это было свойственно нацизму. По крайней мере, у этой псевдонародной идеологии коммунистов было больше времени и шансов развернуться и оформиться. И пропагандизмом этой своей народности привлечь в свое время много голосов полезных идиотов в Европе. И сейчас это очень интересно наблюдать. Русские коммунации, члены теперешней коммунистической партии в России, они используют вот этот язык коммунистов активнее всего. Они говорят не от лица партии или какого-то идеологического движения, они сразу же изначально по умолчанию говорят «мы» от лица народа. Все, все они. Ну, то есть, сейчас фашисты это переняли, как и все тоталитарные диктаторы, но ни у кого это не выглядит настолько коробище ретроградно смешным, как у коммунистов, когда какой-нибудь там локальный коммунистический там депутат в своей коммунистической речи используют только эти обороты. Мы народ. Нам это не нужно, нам нужно это, мы с этим не согласны, мы русский народ согласны только вот с этим. Они в принципе других местоимений не знают. Это такой исторический эталонный показательный феномен. Одиннадцатый пункт. Каждого воспитывают, чтобы он стал героем. Там, где создается культ смерти, нужны герои. Герой должен понимать, что нет ничего лучше, чем героическая смерть. Высшая честь для каждого. Те, кто думают, что культ смерти в России начался только с началом полномасштабного вторжения русских фашистов в Украину, видно, опять же, редко заглядывали в русские пропагандистские средства массовой информации. Потому что, по крайней мере, начиная с 2014 года по 2022 год, этот культ смерти, культ героизма и культ войны достиг максимально возможного апогея уже за годы до полномасштабного вторжения. Уже просто было нечего придумывать. Он уже годами перемалывал один и тот же градус ненависти, один и тот же градус культа смерти, один и тот же градус военного героизма. Он постепенно эволюционировал от вечного коммунистического пугала обвинения Украины и свободного мира в фашизме, эволюционировал постепенно до обвинения их в нацизме, а это самый высокий градус осуждения и обвинения, которым располагает эта пропаганда. Ну, там еще были распятые мальчики и какие-нибудь там ЛГБТ оборотни, но с нацизмом в пропаганде, которая была создана еще коммунистами, ничего не сравнится и просто нечего уже придумывать. Никак невозможно было нагнетать градус еще выше. И в таком состоянии эта пропаганда просуществовала ну, несколько лет, прежде чем это вылилось в полномасштабное вторжение. Поэтому этот культ смерти, он совершенно не начался с полномасштабным вторжением, просто людям стало не все равно. Он с полномасштабным вторжением начал реализовываться в жизни. Это стали не просто слова. Хотя суетиться надо было начинать, когда это были еще просто слова. Двенадцатый пункт. Перманентная война и героизм сложные игры. Поэтому фашизм желает захватить половую сферу. Неконформистские сексуальные привычки от целомудрия до гомосексуализма беспощадно преследуются. Игры мужчин с пистолетами имеют фрейдистскую подоплеку. этот пункт он еще один пункт который характерен не только для коммунизма нацизма и фашизма но для вообще всех тоталитаризмов. Все они борются с альтернативными половыми ориентациями и половым поведением. Приравнивают гомосексуализм и трансвестизм педофилии и прочее и прочее. Но здесь мне кажется все не так сложно. Здесь не обязательно даже использовать Фрейда для объяснения этого явления. Просто различие в половом поведении это столь же очевидное различие столь же базовое яркое бросающееся в глаза коробище человека традиционалистских взглядов как и в случае человека другой расы. Мы видим иные черты лица мы видим другой цвет кожи мы видим мы слышим какой-то акцент сейчас с этим особых проблем нет потому что в свободном мире все перемешались слишком много инородного опыт нацизма человечества основная часть человечества все-таки приняла и переработала коммунизм всегда шел другим путем потому что Россия всегда была достаточно с одной стороны монотипическим народом на по крайней мере основной своей европейской территории и сейчас является в России нет столько индусов китайцев темнокожих сколько есть например в западных странах ну и национальное самосознание для того чтобы строить фашизм по разовому признаку у русских людей скажем прямо никогда не было развито в такой степени в которой оно развито у более старых народов у европейских народов да и у китайцев японцев я уже не говорю про индусов с их кастовой системой где касты могут в этом случае выполнять роль различных рас в традиционном обществе эту разделительную функцию кстати выполняли еще разные религии да это тоже но Россия и здесь на удивление монотипично абсолютное большинство православные христиане всегда были ну а во время коммунизма абсолютное большинство были тем кем партия прикажет остальных все просто истребили классов тоже не осталось все как бы формально идеологически граждане что остается остаются те самые различиях половой идентификации с которыми люди рождаются от которых никуда не деться они всегда будут и на животном физиологическом уровне половое поведение оно очень фундаментально самец приматов должен как бы обладать выраженной мускулинностью он должен быть мужиком самка особенно в этих фашистско-традиционалистских воззрениях должна быть привлекательной девушкой женщиной матерью воспроизводящей потомство особью это я думаю в той или иной степени прописано поведение человекообразных даже на генетическом уровне хотя не очень жестко потому что эволюция разума человека эволюция сознания и начало активной созидательной деятельности помощью которой человекообразное начало изменять окружающий мир подстраивая его под себя а не меняясь генетически и физиологически само эта эволюция разума началась похоже когда человек был генетически на уровне этологии на уровне поведения в переходном состоянии быть может он эволюционировал от моногамии к полигамии или наоборот может как-то менялись генетически половые роли и похоже эволюция сознания началась тогда когда в геноме человека возникли или остались различные генетически запрограммированные программы полового поведения и сейчас мы видим разнообразие этого полового поведения которые разные люди в зависимости от своей индивидуальности могут использовать есть дикие племена где мужчины ведут себя как женщины а женщины ведут себя почти как мужчины и этим племенам удается выживать к тому же в животном мире процентов 5 самцов изначально всегда имеют измененную половую идентификацию то есть их можно назвать гомосексуальными у разных видов их разное количество но в среднем животном мире таких особей насчитывается процентов 5 ну животные не сильно этим заморачиваются иногда гомосексуальное поведение встроено какие-то естественные поведенческие акты доминирование подчинения как у некоторых приматов или просто желание хоть с кем-нибудь как у некоторых собачек иногда на улице но у современных людей если нужно идеологически зафиксировать какие-то традиционалистские нормы и найти врага которым не соответствует лгбт это очень хорошая цель очень хороший триггер например мужчине традиционной половой ориентации скажем честно не очень приятно видеть проявление альтернативной сексуальной ориентации потому что у мужчины традиционной половой ориентации есть сексуальное отторжение особей своего пола потому что им приходилось бороться за самку и в половой сфере они как бы всегда враги друг другу у самок кстати у человеческих женщин такого нет для них гораздо естественнее с природной точки зрения быть лесбиянками потому что они в борьбе за самца друг друга не убивали они всегда были подчиненным звеном в половых играх а самцы убивали вот хотя очень много других в этой жизни неприятных явлений какая-нибудь супер жирная девушка одевшая обтягивающие лосины и вышедшая погулять гораздо более неприятно чем красивый полураздетый даже гомосексуальный мужчина но очень трудно выстроить идеологию вражды и ненависти к полной девушке одетой в лосины и поэтому все терпят молча а вот к неприятию гомосексуального мужчины с альтернативным половым поведением как к 5% неприятному меньшинству вполне не можно выстроить идеологическую подоплеку и начать борьбу с ним как например с разрушителем тех самых традиционных фашистских ценностей поэтому борьба с гомосексуализмом это просто одно из проявлений фашизма которое может быть любым меньшинство может определяться по любому критерию социально-классовому этническому расовому половому это все фашизм по какому критерию в каждом конкретном случае даже не только в какой-то конкретной стране а в каком-то даже отдельно взятом историческом периоде развития одной и той же фашистской системы этот враг может в общем-то меняться поэтому этот пункт я бы расширил на общий пункт борьбы с меньшинством борьбы с инакомыслием инакодействием с внутренним врагом в чем бы его инаковость не состояла расовая социальная классовая половая и так далее и тому подобное это все проявления одного и того же фашизма их в общем не обязательно перечислять отдельными пунктами тринадцатый пункт фашизм строится на качественном популизме так как режим объявляется справедливым и честным нужно очень постараться чтобы внушить народу что он сам хочет перемен таким образом народ только играет роль народа не принимая никаких решений если все совсем согласны то голосование является пустой тратой времени ну тут мы помним недавние заявления демократии нам не надо главы центрального избирательного комитета Памфиловой которая согласилась с Песковым описавшим выборы в России как не совсем демократию а просто дорогостоящую бюрократию тут они уже это не скрывают ну здесь у русского фашизма опять же глубокие коммунистические корни даже самые последние коммунистические идиоты при коммунизме понимали что народ при коммунизме ничего не решал четырнадцатый признак фашизм говорит на новоязи фашистские тексты отличаются бедной лексикой и примитивным синтаксисом потому что богатая лексика автоматически включает критическое мышление и двоемыслие было бы очень удобно при предупреждении фашизма если бы какой-то теневой лидер выступил на площади и прямо заявил хочу снова открыть свенцем однако фашизм может представать в самых невинных формах наш долг вовремя выявлять эти признаки и обращать на них внимание пока все это не превратилось в снежный ком который не остановить ну вот четырнадцатый признак новояз он конечно всегда присутствует но примитивность и бедность лексики возможно определялась для традиционного фашизма и например для нацизма тем что они просуществовали не очень долго с ними человечество справилось коммунизм например начинал так же у коммунистов так же как и у нацистов а отчасти и у фашистов были большие проблемы с образованными кадрами коммунистов в России так тех вообще поддерживали самые подонки общества ну потому что это самая безумная террористическая идея из всех существовавших ну может какие-нибудь формы агрессивного анархизма с ней могли сравниться разве что но потом эти террористы подчиняют себе много-много миллионный народ причем талантливый народ и в течение многих поколений этот народ наполняет смыслом стилем языком то что они ему приказали строит целые научно-исследовательские институты по изучению своего тоталитарного строя миллионы человек на протяжении целых поколений вкладывают весь свой талант и весь свой труд до самой пенсии в интерпретацию их учений развитие объяснения осмысления пишут целые библиотеки трудов и книг также можно развить абсолютно все что угодно то есть вообще пример какая-нибудь библия абсолютно любое учение причем вне зависимости от того что реально там написано и причем чем менее вразумительно то что написано тем богаче поле комментариев интерпретаций тем легче подстраивать под это все что придет в голову а все тоталитарные учения они в любом случае подстраиваются под то что придет в голову их диктатору поэтому холопом диктатора нужно всегда держать руку на пульсе поэтому этот новаяз он сохранился но по-своему витиевато развился а потом законсервировался он по сути отражает собой историю развития любого тоталитаризма да и причем не только тоталитаризма тоталитаризм здесь проходит за одно два три четыре поколения как бы ускоренный ход развития какой-нибудь традиционной культуры он становится чем-то вроде китайского поэтического языка рождая свою замкнутую внутрикультурную вообще не обязательно соприкасающийся с объективностью реальность со своими шаблонами со своими традициями интерпретациями канонизированными пониманиями всей канонизированной картиной мира потом он во всем этом кристаллизуется и период застоя эта философия и этот новаяз превращаются чем-то вроде бесконечной игры в бисер или молитвы или вообще какого-нибудь религиозного прикладного искусства когда не разрешено по-настоящему эволюционировать не разрешено по-настоящему что-то менять разрешено только что-то варьировать в пределах установленного канона вообще говоря о языке мне кажется вопрос фашизм в России или не фашизм сейчас стоит только потому что адекватные люди слишком мало читают русскую пропаганду хотя бы пропагандистские заголовки когда я открываю их я вижу что обсуждать здесь уже давно нечего ну то есть что тут обсуждать уже никто не скрывается да и причем началось это не только сейчас это началось еще до 14-го года а после 14-го года в общем-то это уже можно было назвать фашизмом который просто не проделал до конца всю практическую работу по собственной организации не вспахал поле так сказать не уничтожил полностью еще гражданское общество не уничтожил настоящие СМИ но это все было делом времени и это все было предсказуемо достаточно было посмотреть на пропаганду которая началась после 14-го года и это становилось понятно хотя за делу этого всего более чем столетней и здесь забавно я встречал исследования русскоязычные исследования пропаганды и если вы видите русскоязычные исследования пропаганды как правило это забавная сама пропагандистская работа которая пытается найти пропаганду как это делают всякие идиоты хомские на западе пытается найти пропаганду в свободных средствах массовой информации открытого мира каких-нибудь западных изданиях. Получается, конечно, с большой натяжкой и претенциозностью приходится интерпретировать как пропаганду то, что на страницах этих СМИ освещается точка зрения борцов с терроризмом больше, чем самих террористов. Это реальное исследование. И поэтому, так как там превалирует одна типа субъективная точка зрения на происходящие процессы, это можно назвать пропагандой и тому подобное. Но это другой интересный вопрос. Как русская пропаганда может изощряться, чтобы представить пропагандой то, что пропагандой не является? Модернизируя термин пропаганда до любого текста, созданного человеком и, соответственно, отражающим любую человеческую позицию и точку зрения. Здесь не пропагандой становится только машинный код. И при этом у самого русскоязычного населения есть более чем столетняя история тотальной пропаганды, разработанной до такой степени, что это можно изучать еще столетиями. Изучать и переизучать. Эволюционировавший во всех возможных направлениях, захвативший абсолютно все сферы разумной деятельности человека, использовавший все теории, инструменты и методы, которые только можно придумать во всех их формах реализации. В общем-то, это все было сделано еще коммунистами и современная Россия только продолжает это дело. Так если мы вернемся к определению фашизма, то те 14 пунктов, которые нам озвучил это определение Умберто Эка, ты с ним согласен? Насколько хорошо, по-твоему, он отражает явление фашизма? В целом согласен. Но 14 пунктов это довольно аналитический подход. Если так разбивать понятие фашизма и так углубляться в него, сейчас можно вычленить и какие-нибудь другие пункты, скорее всего. И благодаря такому комплексному определению мы очерчиваем как бы поле фашизма, при котором фашизмом мы будем называть диктатуру, которая описывается, например, большинством из этих идентифицирующих ее пунктов или наиболее важными из них. У разных из этих пунктов может быть разный вес. Но если сделать более краткое и исчерпывающее определение, мне кажется, оно может быть проще. Я бы определил фашизм как тоталитаризм государственный и культурный, отсутствие гражданского общества в современном демократическом его понимании. Имперскость. Эта имперскость порождает милитаризацию, порождает идею избранности своего народа, особого пути и скрепляется психологией осажденной крепости. Психология окружения кольца врагов. Тоталитаризм здесь отличается от демократического устройства принципиально. Фашизм здесь противоположен, диалектически противоположен демократическому устройству общества. Это видно из его названия. Фашизм по-итальянски сейчас уже все знают связка, пучок. Что-то единое, связанное, марширующее общим строем. Здесь само мировоззрение, сама идеология противоположена пониманию общества в его демократическом, свободном виде. Если демократическое общество – это самоорганизующиеся общества различных групп, течений, индивидов, партий, мнений, воззрений. И предполагается, что как в экосистеме, это его здоровое состояние. Именно эта диверсификация, это постоянная борьба точек и зрений, взаимовлияний и образует нормальную, устойчивую, самоорганизующуюся, потенциально бесконечно многополярную структуру общества. Такое понимание общества, оно, кстати, более подходит современной синергетической парадигме с ее идеей децентрализованной динамической самоорганизации. Общества как сложной системы. Так же, как самоорганизуются биологические популяции. Сейчас доказано, что чем больше видов биологической популяции, тем она устойчивее, чем больше ее разнообразие. И такая динамическая устойчивость, с другой стороны, оказывается очень чувствительна каким-то внешним воздействием, потому что она очень быстро на них реагирует и очень быстро, естественным образом, сама по себе может перестраиваться. Фашистская модель основана на старом детерминистическом мировоззрении, которое рассматривает общество как машину, как искусственный механизм, где все винтики и шестеренки должны находиться на своих местах, и смещение любой шестеренки грозит выходом от строя всему механизму. Это полностью линейная детерминистическая модель, в которой нет эволюции, нет самоорганизации, нет развития. А разве такая модель не менее устойчива, чем самоорганизующаяся? Ведь вытащи одну шестеренку, и все может сломаться. Конечно, а никто и не говорил, что фашизм устойчив, что он более устойчив, чем демократическая система. Но в реальности фашизм оказывается более устойчив, мне кажется, чем системы, описанные с помощью такой детерминистической модели. Иначе бы они не существовали на протяжении многих поколений. Ну, конечно, эта детерминистическая модель – это всего лишь модель, которой любой тоталитаризм просто стремится, но никогда до конца ее не достигает. Здесь начинают действовать законы Парито, когда, чтобы тоталитаризму достичь, например, 80% контроля, он тратит, например, половину всех своих ресурсов на контроль, репрессии, поощрение, лояльных силовых структур и тому подобное, на пропаганду. Дальше, чтобы увеличить пространство тотального контроля с 80% до 90%, ему придется тратить не 50% своих свободных ресурсов, а все 80%. Дальше, чтобы продвинуться еще на 5% по увеличению тотальности контроля, ему нужно потратить, например, 95% ресурсов. То есть, эта кривая дальше уже загибается и идет по логарифмической. И никогда никакая система не достигнет 100% уровня контроля, потому что для этого и нужно будет тратить бесконечное количество ресурсов. И любая тоталитарная система, так или иначе, все равно опирается на пусть и угнетенную, но самоорганизацию живого социума. Все равно ему приходится иметь дело с людьми, которые пытаются выжить, пытаются приспособиться, которые тратят свой человеческий талант и человеческие ресурсы на то, чтобы исполнять приказания диктаторов и тому подобное. Но, тем не менее, различие общего принципа остается. То есть, с точки зрения фашизма, вот это разнородное самоорганизующееся гражданское общество – это хаос, это враг, это то, что общество разрушает. Общество должно быть вот этой связкой, пучком, оно должно быть едино. Чем оно более едино, чем меньше врагов, так называемых, внутри этого общества, пятой колонны, раскачивающих лодку, несогласных, тем мы крепче, сильнее, тем больше мы процветаем, тем неудержимее идем вперед в своем развитии. Вот это и определяет отсутствие гражданского общества в нашем демократическом его понимании. А чем тоталитаризм тогда отличается от фашизма? Я вижу только одно основное отличие. Талитаризм не обязательно может быть имперским. Это может быть какое-нибудь маленькое африканское государство, у которого просто не может быть особо имперских амбиций, потому что ни перспектив, ни историй, как у империи, у такого государства нет и не предвидится. Там просто диктатор сосредоточил на себе всю власть, отбирает у нищего государства все ресурсы и путешествует по Америке, снимая целые этажи в самых дорогих и шикарных гостиницах Лос-Анджелеса. Ему просто имперскими идеями баловаться не хочется. Но он может поддерживать тоталитаризм в своем государстве, чтобы продолжать выкачивать на свои личные счета ресурсы и тешить свое эго абсолютной властью. Фашизм же, в отличие от такого тоталитаризма, это еще и имперская идеология. Эта связка, этот пучок нации, согласно этой идеологии, должен быть великим итальянским, немецким или русским народом. А эта имперскость, она уже поддерживается милитаризацией, скрепляется идеей особого пути. При том, что чаще всего этот путь так себе. Ну, конечно. Такая ретроградная механистическая концепция просто не может не быть так себе в сравнении со свободно развивающимися обществами. И это так себе оправдывается особостью этого пути. Да, то, что этот путь свой особый, оправдывает все. Ну и кольцо врагов. Здесь оно сейчас характерно не только для фашизма, но и, пожалуй, для всех тоталитаризмов. Хотя не обязательно должно быть так. Просто все тоталитарные режимы переняли идею кольца врагов у фашизма, потому что без нее в нашем открытом информационном пространстве очень трудно выживать. Объясняя своему обществу, почему мы так плохо живем. Хотя практически все сейчас имеют доступ к медиаконтенту, к интернету и видят, что жители свободного мира живут гораздо лучше. Поэтому здесь неизбежно просто приходится внушать своим подданным, что свободный мир это наши главные враги. И мы так плохо живем, потому что мы окружены кольцом этих врагов и находимся в состоянии горячей, либо холодной перманентной войны с ними. А они нас хотят уничтожить. Ну, то есть без этой пропаганды даже самое отсталое и тоталитарно мыслящее население очень быстро устанет нести эту ножу тоталитаризма и работать на диктатора и пычок его олигархов-мультимиллиардеров. То есть твое определение фашизма это тоталитаризм плюс имперскость. Да, но при этом здесь правильно было бы отличать фашизм от нацизма и коммунизма. Сейчас принято обзывать нацизм фашизмом, ставя практически знак равенства между этими понятиями. Между тем, если мы будем рассматривать фашизм в его истоках, то есть итальянский фашизм, то такой фашизм по сравнению с нацизмом и коммунизмом это практически чуть ли не нормальное гражданское общество с некоторыми недостатками. Просто это для меня всегда было загадкой. Одной из загадок. И сейчас эта загадка разрешилась. В мире ничего не бывает просто так из ниоткуда. У всего есть свой культурно-исторический бэкграунд. Любые процессы закономерны. Не единственно возможны, но тем не менее закономерны. И вот мне раньше было очень интересно, как у итальянцев мог возникнуть фашизм. В том смысле слова, в который его вкладывает большинство, еще и приравнивая его к нацизму. Ну то есть, что такое итальянцы? Все знают, все любят итальянцев. Ну так было, в общем-то, в той или иной степени всегда. Еще Герцен писал в «Былом и думах» это какие-то 30-е годы 19 века. Вот, например, момент, когда он сравнивает итальянцев с французами. Выходя из парохода в Марселе, я встретил большую процессию национальной гвардии, которая несла в «Хотел де Вилле» бюст свободы. То есть, женщину с огромными кудрями в фригийской шапке. С криком «Вива ле република» шли тысячи вооруженных граждан, в том числе работники в «Булузах», вошедшие в состав национальной гвардии после 24 февраля. Разумеется, я пошел вслед за ними. Когда процессия подошла к «Хотел де Вилле», генерал, мэр и комиссар временного правительства вышли в сени. Комиссар Демасфен, как следовало ожидать по его имени, приготовился произнести речь. Около него сделали большой круг. Толпа, разумеется, двигалась вперед. Национальная гвардия ее осаживала назад. Толпа не слушалась. Это оскорбило вооруженных блузников. Они опустили ружья и, повернувшись, стали давить прикладами носки людей, стоящих впереди. Граждане «единой и нераздельной республики» попятились. Дело это тем больше удивило меня, что я еще весь был под влиянием итальянских и в особенности римских нравов, где гордое чувство личного достоинства и телесной неприкосновенности развито в каждом человеке. Не только в фатину, в почтальоне, но и в нищем, который протягивает руку. В романе на эту дерзость отвечали бы двадцатью колтелатами, ударами ножа. Французы попятились. Может, у них были мозоли? Спрашивает Герсон. Или другой эпизод, тоже из «Быловой дум». Их случай на пересадочной станции в Пруссии. Голова с усами грубо спросила, о чем спор. Кондуктор сказал, что я требую семь мест, а у него их только пять. Я прибавил, что у меня билет и расписка в получении денег за семь мест. Голова, не обращаясь ко мне дерзким, раздавленным русско-немецко-военным голосом, сказала кондуктору, «Ну, не хочет этот господин пяти мест, так бросай пожитки долой, пусть ждет, когда будут семь пустых мест». После этого почтенный почтмейстер, которого кондуктор называл Хер Майор, и которого фамилия была Шверин, захлопнул окно. Обсудив дело, мы, как русские, решили ехать. Бенвенут Тачелини, как итальянец, в подобном случае вытащил бы пистолет и убил почтмейстера. И вот эти вот итальянцы, они как бы изобрели фашизм. Я как-то посмотрел «Собачье сердце» итальянского режиссера 70-х годов выпуска. И... И как, понравился? Сам фильм просто ужасный, просто никакой. И после этого фильма моё недоумение прибавилось. Даже на примере этого фильма можно понять, что... Можно увидеть, что итальянцы не способны ни по-настоящему понять, ни сыграть коммунистов. В общем-то, как и американцы не способны этого сделать. Ни коммунистов, ни нацистов. Для них это просто вообще инопланетяне. Они могут снимать только фильмы «Мутанты нациста на Луне» или какие-нибудь совсем пародийные образы. Только вот недавно появился фильм «Бункер» с последними днями Гитлера в бункере. Где Гитлер показан простым, нервным, очень усталым человеком. Фильм сделан так, чтобы показать прежде всего именно человеческую сущность Гитлера как обыкновенного человека. Ну, с предрасположенностями, конечно. Но которому история позволила стать диктатором. Не позволила бы, родись он там в Америке, был бы он художником или архитектором. Это очень хороший выход для американского кино. И очень правильно понимать, что говоря о диктаторах, мы говорим не о сверхлюдях. Чаще всего мы, наоборот, говорим о людях во многом ущербных. Явно ни в чем не превосходящих среднестатистический уровень. Но людях, появившихся и сделавших свою карьеру в обществе, которая согласилась дать им нераздельную власть. И у них была возможность совершить неисчислимые преступления и породить неисчислимые жертвы. Но то бесчеловечное, что для этого требуется, ни американцы, например, ни итальянцы, в частности, если мы о ней говорим, я понял, понять просто не способны. И показать это не способны. Даже сыграть это не способны. То есть в этом итальянском собачьем сердце эти большевики, эти швондеры, ну они просто смешны. Итальянцы слишком добры, слишком человечны. Слишком они человеки для того, чтобы играть коммунистов. Еще понятна итальянская мафия. Это ретроградное сознание, в котором отношения внутри преступной группировки называются семьей. Это да, итальянцы на это способны. Но это далеко от СС и НКВД. И когда я почитал историю Муссолини, я все понял. Это самый несчастный и трагический диктатор за всю историю человечества. Это такая сплошная история разочарования своим собственным народом со стороны Муссолини, который оказался совершенно не создан для тоталитарной диктатуры, для фашизма, и который его же в конце концов и вздернул на веселицу. Ну и я вот сейчас смотрю сериал по произведению Элены Ферранте, My Brilliant Friend, который охватывает Италию и Неаполь где-то от 50-х до 70-х годов 20-го века. И я вижу, что они там всю дорогу продолжают играться и фашизмом, и коммунизмом. То есть, как сказала моя подруга, итальянцы, они просто очень наивны. И они используют и фашизм, и коммунизм по-европейски, как все вот эти полезные идиоты, европейцы и американцы, философы-писатели, которые всю дорогу баловались коммунизмом. То есть они это используют абстрактно, идейно, идеалистически, по-европейски. И весь этот вот их фашизм, это, конечно, очень плохо. Ну, здесь еще им повезло, началась Вторая мировая. Власть фактически везде, даже в Италии, захватили нацисты, и все дальнейшие преступления совершали они. На руках непосредственно итальянского фашизма... Сколько там преступлений? Я думаю, самые демократические эпохи в России были гораздо более фашистскими, чем этот фашизм в Италии. Ну, там несколько тысяч политзаключенных, я думаю, было. Десятки, десятки миллионов жертв нацизма, и особенно коммунизма, которые продолжаются и сейчас. И которые, возможно, таки приведут к концу света, если Северная Корея, создав ядерное оружие, выполнит свою мечту и начнет забрасывать свободный мир атомными бомбами. Это все абсолютно несравнимо. Хотя коммунации, нацистско-коммунистические системы, да, их можно назвать окончательным развитием фашизма, крайней его формой. Хорошо, но все-таки у современного русского фашизма есть какие-то отличия от традиционного, от его традиционных форм, которые он принимал в 20 веке. У любой формы диктатуры есть какие-то свои отличия, потому что любой тоталитаризм основан, в том числе, на личности диктатора. Даже если это на самом деле олигархия, как до недавнего времени было в коммунистическом Китае, которая сейчас постепенно перерастает все-таки в личную диктатуру. Если власть диктатора мало чем ограничена, если он хотя бы имеет возможность ее усиливать, он всегда будет стремиться этого делать, и власть диктатора будет постепенно увеличиваться. Но так как диктатор есть, здесь важен человеческий фактор. В демократических странах, в общем-то, личность президента тоже имеет большое значение. Но если этой личности нет, ничего страшного, как в случае с Байденом, который я вообще плохо вижу. Может быть, у него уже Альцгеймер, и он прекрасно все помнит, он прекрасно говорит. Причем, если посмотреть выступления Байдена в ООН, он говорит очень длинные, сложные, красивые тексты, не читая по бумажке, как многие латиноамериканские и африканские деятели. То есть, с памятью и с воспроизводящим контент сознанием у Байдена все замечательно. Я просто ни разу не слышал действительно личного мнения самого Байдена. Он похож на биоробота, который очень точно воспроизводит линию партии. Но, в общем-то, по большому счету, большего от него и не требуется. Так значит, не Альцгеймер? Нет, ну это я к тому, что... Дело в том, что деменции у людей интеллектуального труда могут выглядеть так, что их со стороны не заметишь. Потому что человек 50 лет всю свою сознательную жизнь работал адвокатом или работал врачом, и он знает типичные случаи так хорошо, что он может автоматически подбирать нужные прецеденты, нужные лекарства, нужные объяснения, нужные шаблоны. И такой профессионал с деменцией с Альцгеймером может продолжать работать, даже когда уже перестает реально осознавать то, что вокруг происходит. Он на автомате делает этот свой десятилетиями отработанный интеллектуальный труд. Вот. Но у каждого диктатора, у него своя личная диктатура. Здесь имеет большое значение его человеческий фактор. Он завтра проснется в другом настроении, почешется, выйдет и объявит об изменении линии партии. И линия партии будет изменена. И объявит, что те, кто были враги, становятся друзьями, те, кто были друзья, становятся врагами. И холопы побегут исполнять. И здесь, опять же, в отличие от свободного общества, которое всегда является некой эмерджентной суммой идеи течения и мнений, которые со временем имеют тенденцию только расширяться. Тоталитарная диктатура со временем имеет тенденцию, наоборот, сужать свой идеологический идейный бэкграунд. Как в свое время в традиционном обществе работали аврамические религии, тоже христианство. Сужаясь до четко отработанных, канонизированных писаний, интерпретаций, ритуалов, где ты почешешься не двумя, а тремя пальцами, и это уже отдельная ветвь в христианской религии становится. Настолько все костенело. Но потом на закате тоталитаризма начинается снова некоторое расширение, потому что в эпоху застоя и деградации тоталитарной системы она постепенно перестает тратить столько ресурсов на репрессии и на поддержание тоталитарного контроля. Потому что тогдашние держители тоталитарной власти, они просто начинают понимать, что им это не нужно. Им не нужно тратить столько ресурсов на этот тоталитарный контроль. Зачем? Весь тоталитаризм, как и традиционные культуры с их религиями, он в общем иррационален. Он говорит об абстракциях. Он говорит о том, что не имеет отношения с реальностью. А их тоталитарные идеи, они вообще всегда имеют очень мало отношения к реальности. И когда они отпускают этот тоталитарный контроль, что меняется? Общество начинает пытаться жить своей естественной жизнью. Начинает пытаться возрождать рынок, что-то делать, что-то производить, с кем-то торговать, куда-то пытаться уехать или приехать, пытаться выпускать какие-то книжки, пытаться высказывать какие-то мнения. И диктаторы, если они видят, что в общем их предшественники уничтожили все реальное сопротивление, которое могло быть им опасно, теперь им гоняться за кем-то, кого-то уничтожать, да пусть себе зарабатывают, пусть себе говорят, пусть себе публикуют. Ну, не сильно громко и не очень много. Они лучше эти деньги и эти время свое потратят на покупку недвижимости в Швейцарии, на построение дворцов, на свои яхты и на что-нибудь не столь более абстрактное, как идеологическая борьба с инакомыслием. Вот. И тогда такой тоталитарный режим, он как бы начинает дряхлеть и расплываться. Здесь идеологическая узость может снова немножко, как бы естественным образом, как бы под влиянием естественной гравитации, снова расширяться. Но, в принципе, любая, пока она еще растет, пока она еще пассионарна, пока она еще полностью жива, любая тоталитарная система стремится, наоборот, сузить рамки, сузить границы, сузить направление своей идеологии и всей работы своей тоталитарной системы. Чем шестеренки этого детерминированного линейного механизма точнее приложены друг к другу, чем меньше там люфта, чем меньше в такой системе свободы, тем такая система кажется совершеннее и устойчивее. И поэтому все тоталитарные системы всегда враги абсолютно всего, кроме себя. Русские коммунисты очень быстро стали врагами китайских коммунистов, а китайские коммунисты врагами русских коммунистов. Те стали врагами нацистов. У всех вместе один общий глобальный враг это свободное общество, потому что трудно представить себе, что есть, например, русские коммунисты, северокорейские коммунисты, китайские коммунисты. У каждого своя канонизированная линия партии, какие-то канонизированные труды, которые в точности определяют, как должно быть устроено общество. И, конечно, они не совпадают друг с другом. И такие несовпадающие коммунизмы будут признаны, ну, максимум, попутчиками, но они в любом случае уже будут, по крайней мере, за полупроницаемым железным занавесом. Потому что начни высказывать русскую интерпретацию коммунизма где-нибудь в Китае или китайскую в России или китайскую в Северной Корее, ты все равно станешь врагом народа, потому что она не может в точности отражать канонизированную линию партии. Тебя все равно репрессировать. Поэтому каждая тоталитарная система, она по-своему уникальна и зависит от личности диктатора и собственного пути развития этой диктатуры. И поэтому говорить здесь, что именно русский фашизм чем-то уникально отличается от фашизма в другие страны эпох, ну, да, отличается. И еще русский фашизм пять лет назад и теперешний тоже отличается сам от себя. И то, что будет через пять лет, возможно, будет отличаться от того, что сейчас. Все они отличаются, но я не думаю, что принципиально. Главное отличие русского фашизма, мне кажется, в том, что он сейчас растет на почве коммунизма и приобретает некоторые черты русского коммунизма. Вообще, черты русского фашизма, русского коммунизма, немецкого нацизма и, например, итальянского фашизма, возможно, они обусловлены не идеологией фашизма, нацизма или коммунизма самими по себе, а обусловлены характерами этих народов. В России вряд ли мог возникнуть нацизм. И исторически был более обусловлен все-таки коммунизм. Но если представить себе какую-нибудь насильственную нацизацию России в каком-нибудь альтернативном прошлом, то этот нацизм, интродуцированный в России, он все равно стал бы похож на коммунизм. Ментальность и историко-культурные особенности народов скорее влияют на особенности тотальторизма, чем какие-то абстрактно готовые, привнесенные особенности именно этих тоталитарных течений влияют на их реализацию этих народов. Мне кажется так. Например, фашизм и нацизм, они возникали у народов древних, осознающих свою национальную идентичность, граждане которых имели достаточно развитое самосознание, чтобы осознать себя как единый народ, как нацию и так или иначе этим гордиться. В этом отношении нацизм и фашизм, ну то есть фашизм прежде всего, и нацизм в том взгляде на него, в котором мы выводим его из фашизма, они все имеют некоторый бэкграунд в традиционной культуре. Поэтому в свое время довольно много деятелей культуры, не так мало, как нам кажется, в свое время поддержали фашизм. Конечно, пожалуй, коммунизм поддержали больше, но фашизм тоже довольно многие поддержали. У фашизма, по сути, многовековая традиция, да, в общем-то и не многовековая, в общем-то, эту традицию можно свести к истории всего человеческого вида с обособлением племен, обособлением сообщества, обособлением культур, отделением своего и чужого, с агрессией, которая вызывает все незнакомое и чужое, с попыткой поддержать свою биологическую и культурную идентичность, с попытками одного подвида обособиться от другого, чтобы стать полностью отдельным биологическим видом, как бы. Но и на культурном уровне идея нации, которая родилась где-то в 17 веке и просуществовала до 20-го, облавы на евреев, о которых мы читаем еще во времена Ричарда Львиного Сердца, как на иноверцев. Здесь в культуре религия, большую часть европейской истории, была тем культурным датчиком, который отделял своих от чужих. Вот. И это все, оно делает фашизм потенциально, по крайней мере, теоретически, более осознанной идеологией для своих граждан. То есть предполагается, что они как-то более активно его все-таки поддерживают, что они понимают, что происходит, что он отзывается в них их каким-то древним инстинктом, хорошо известным понятием. В России почвы для этого практически не было. Темные крестьяне, для них Россия, это была их деревня, царь и православие. Они никак не чувствовали гордость за то, что они русские. Они не понимали еще, что это значит. Но они знали, что иностранцы – это не люди нехристи. И то, что немец – это тот, кто непонятно крякает, как гусь. Но уровня гражданского даже и национального самосознания, необходимого для развития нацизма или фашизма, в России не было. Но террористы, захватившие власть, на основе какой-то абсолютно безумной, абстрактной идеологии, которую они называли коммунизмом, которую никто не только не понимал, но и не должен был понимать. Во-первых, потому что она могла меняться каждую неделю в своих тонкостях. А не разбираешься в этих тонкостях и скажешь что-нибудь не то, отправишься в концлагерь. И поэтому в такой стране, такому населению, проще всего было просто говорить, да, конечно, вы совершенно правы и не вникать ни в какую суть дела. Поэтому коммунизм развивался в основном в России и в странах третьего мира, где этого самого гражданского национального самосознания практически не было. И поэтому современный русский фашизм, он похож на безумную клоунаду. Потому что это все настолько старо и настолько уже прожито и понято человечеством. И настолько понятно, что это такое. Что кажется абсолютным безумием, что получается это повторять сейчас. Но почему получается это повторять? Потому что общество не контролирует свою власть совершенно. И власть теперь в России может повторять абсолютно все, что угодно вообще. Все, что захочет. И большинство людей, они, как и при коммунизме, держатся пассивно. Они были пассивными коммунистами при коммунизме, они остаются пассивными фашистами сейчас при фашизме. Но опять же, это не точное различие, потому что какой процент в реально фашистских государствах 20 века активно поддерживал эти свои фашистские системы. Я вот не знаю этой статистики. И я подозреваю, что пассивная поддержка доминировала вообще всегда и везде. И у фашизма, и у всех видов фашизмов, и нацизмов, и коммунизмов. Всегда. Ну, вот эта твоя идея, кстати, безумие реализации в наше время фашизма в таком практически классическом виде, как это сейчас происходит в России, это же может и являться оригинальным свойством русского фашизма сегодня. Эволюция уже вообще не нужна. Развитие не нужно. Поиски чего-то нового, каких-то новых форм не нужны. Русский фашизм нащупал какие-то постоянные элементы человеческого сознания, человеческой психики, и теперь на них можно опираться всегда и всем. Любой диктатуре, любым диктаторам, любые времена. Это как вот эта же очередь, 12-часовая, за мощами христианского святого. То есть люди живут как насекомые вне времени, вне развития культуры. Им не важно, что происходит в церкви, им не важно, что происходит с обществом. Они как бы вне культурной эволюции. У них есть шаблоны, и какие-то социальные явления и структуры должны этим шаблонам удовлетворять. Один шаблон – это религия. Здесь не важно, какая религия. Эти батюшки хоть в жопу, они ржах и все время друг друга прилюдно, хоть они ходив в КГБшной, НКВДшной форме. Есть шаблон религии, который на каких-то глубинно-сознательно-психологических уровнях нужен людям, и они будут вкладывать его в ту форму, которая есть абсолютно слепо. И если общество выбрало не демократию, выбрало не свободу, выбрало хозяина, то пусть этому пропагандистскому безумию, которое они навязывают не сто лет, пусть ему будет тысяча лет, пусть оно будет сто раз уже пройдено, это не имеет значения. Вообще вся история, весь опыт здесь не имеет значения. И поэтому все диктаторы сейчас просто говорят абсолютно удивительно одинаковые вещи. Не только фашистские, и инфинуссельские диктаторы. Любое проявление реальной гражданской активности, это все дестабилизирующие происки Запада, и теперь вот терроризм добавился. Любые экономические проблемы, это результат подрыва со стороны кольца врагов. Любое нападение на соседнюю страну описывается как защита своей собственной. Вот шаблоны, они на самом деле были найдены еще и не только фашистами, они универсальны, они с древности. И в античном мире диктаторы и агрессия в отношении к другим странам точно так же объяснялись, интерпретировались. То есть вот эти шаблоны, они теперь очищены от времени, они очищены от истории. Ими теперь можно оперировать в их абсолютно первозданном виде. Они будут действовать как рефлексы, как что-то, что необходимо людям этой культурной формации. И поэтому люди будут в той или иной степени даже пассивно поддерживать эти явления, даже если исторически уже все. Они уже 10 раз пройдены, уже понятны. Здесь же дело не в осознании. Люди просто выключают свой разум и поддерживают эти явления. Да, вот это вот выключение разума, оно просто удивительно. И это огромное поле исследований, которое представляла Россия и в 20 веке, и сейчас представляет, вообще на протяжении всей своей новой истории. Сейчас нужно спешить и делать эти исследования на русский. Надо с ними говорить, надо их спрашивать, надо писать об этом книге, надо это понимать. Когда научный сотрудник, который занимается сложнейшими вопросами апоптоза в развитии морских беспозвоночных, работает под линуксом и тому подобное, при этом является коммунистом, и с полной серьезностью говорит, сейчас мы этому западному авиастроению покажем, когда не будем продавать их самолетам наши шасси. Потому что шасси, это единственное, что делалось в России и закупилось с американцами. То есть человек сознательно решает, вот здесь вот мой мозг работает нормально, а вот здесь я его просто вырубаю. Но это все, на мой взгляд, очень интересные феномены. И, конечно, они как специализированная клетка не придумывают что-то принципиально новое, что не свойственно человеческому виду вообще. И проявление в той или иной степени, ну и причем в достаточно сильно выраженной степени, этих феноменов, контролируемого отключения сознательного восприятия реальности. Оно, в принципе, присуще любому человеку. Только этот паттерн пятен сознательного и бессознательного в свободном обществе, он как бы хаотично-волюнтаристичен. В России же он подчинен какой-то общей идее. В общем, это все очень интересно. Хотя и в свободном мире он не абсолютно 100% волюнтаристичен. И тоже эти паттерны несут в себе черты развития каких-то собственных идей. Да, я говорю. Можно создавать еще целые институты и писать огромное количество трудов по исследованию этого всего. А Россия, она всегда представляет из себя очень хороший объект для изучения, как больной организм, который болен такой болезнью, которая делает видимыми, благодаря своей патологии, какие-то фундаментальные биологические принципы, которые у здорового организма не так хорошо выявляются, потому что они кажутся само собой разумеющимися, естественными, связанными друг с другом в какое-то нераздельное целое. А при патологии вот эти вот разные элементы, разные функции начинают рассинхронизироваться, начинают вести себя по-разному, начинают отделяться друг от друга. И благодаря этому оригинальному патологическому поведению ты начинаешь лучше их осознавать. И начинаешь лучше осознавать их же, когда видишь их в норме, в нормальном состоянии. Хорошо. Так все-таки давай вернемся к нашему главному вопросу. В конце концов, почему сегодня так редко, я бы даже сказала, робко, теперешний российский тоталитаризм называют фашизмом, кто бы то ни было? Во-первых, все дело в правде, которую мы знаем сейчас о фашизме и не о правде, которую мы по-прежнему знаем о коммунизме. Был Нюрбинский трибунал, было всемирное осуждение фашизма, полный анализ его идеологии и практики, анализ всех архивов, всех документов, обнародование, изучение. То, как мы теперь представляем и знаем фашизм, это то, как его видят со стороны свободного общества. Со стороны его реального обличия. Но коммунистические архивы до сих пор закрыты. И, я думаю, большинство самых важных уничтожены. А многое изначально невозможно найти было в архивах. Русские коммунисты, в отличие от немецких, педантичных нацистов, были не так щепетильны. Выпорядовывающие они и документирование своих преступлений. Над коммунизмом не было Нюрнбергского трибунала. Коммунизм русский Русский всегда развивался с железным занавесом. Русские, в отличие от немецких нацистов, сумели создать самую выдающуюся в истории человечества систему пропаганды, систему промывания мозгов, систему построения потемкинских деревень. Поэтому и в 20 веке огромная масса полезных идиотов со стороны творческой интеллигенции на Западе и в США поддерживали коммунизм или коммунистами. Очень подробно и хорошо об этом пишет Пол Холлендер в своих политических пилигримах. То есть у них естественное, демократически неоднозначное отношение к собственной стране, к собственной истории. И вся эта вьетнамская война, она сочеталась с любовью к коммунизмам. Русские при этом делали все возможное поколение за поколением, оттачивали, совершенствовали механизмы влияния, механизмы пропаганды, в том числе на страны свободного мира. Оплачивали, пригревали, развлекали каждого приезжего в коммунистическую Россию, чтобы только он оставлял положительные отзывы. Никаких ресурсов на это вообще не жалели. И это сейчас выглядит удивительно нелепо и смешно, когда в Северной Корее мимо человека как бы случайно проходят в правильной пропорции люди в красивых национальных одеждах, в чистой новенькой рабочей форме. Сейчас в современном мире это кажется безумием, когда страна такое делает. Но изобрела это все Россия. И на многих это даже на Западе действовало. А полностью изуродованное сознание русских людей всеми этими коммунизмами и теперешними диктатурами. Ну, в общем-то, сознание русских людей здесь приближается к сознанию любых жителей стран третьего мира. Например, большинство мусульман считают, что демократия несовместима с нормальным экономическим развитием страны. Они все живут в своей реальности. Хотя, удивительно и новое, что это разделение реальности продолжается сейчас при полностью открытой информации, при интернете, при, в общем-то, незатрудненном информационном обмене. Хотя, в России пытаются блокировать, но всегда есть VPN. Ну, то же самое и в Китае с их VPN-ами. Десятки миллионов китайцев уже живут в свободном мире. Они общаются с родственниками, ездят туда-сюда и все делают совместный бизнес. Как все эти фаерволы существуют? Зачем нужна вся эта пропаганда? И как оно в принципе может сохраняться как одно неразмываемое какое-то единое связанное целое в открытом мире? Видимо, это опять же говорит о тех самых вне исторических особенностях человеческой ментальности, человеческого сознания, которое находит удобную для ней внушенную пропагандой форму интерпретации реальности. И если она оказывается устойчивой для людей этой культуры, в общем, сама реальность перестает иметь значение. Да. И в результате происходит следующее. Мы рассуждаем о фашизме, глядя на него как бы извне, со стороны. И мы рассуждаем о коммунизме, многие пока что еще рассуждают о коммунизме, отчасти глядя на него изнутри, со стороны потемкинских деревень. А эта пропаганда, она усиливается изуродованной ментальностью людей, которые выросли при коммунизме и для которых этот уровень жизни, который у них был, это нормально в принципе. Оно поддерживается классикой русского кино, прекрасными, вдохновенными, патриотическими песнями о Ленине партии и прекрасной свободной, необъятной стране. Все таланты русского народа на протяжении 20 века, которые остались внутри страны, они все работали на систему и оставили это культурное пропагандистское наследие. Кто-нибудь сейчас читает фашистскую или нацистскую пропаганду, даже в виде произведений искусства каких-нибудь. Вот. И точно так же сейчас воспринимается русский фашизм. Он воспринимается людьми изнутри. Через всю эту пропаганду, через все это извращение, инвертирование реальности. Историчность и осуждение фашизма прошлого, оно сделало из него как бы тоже своего рода нереальный шаблон. Оно сделало образ фашизма, при котором все люди ходят маршем или умирают в обязательном порядке. Не знаю, как будто бы люди при фашизме не влюблялись, не рожали детей, как будто бы небо при фашизме было зеленым или какого-нибудь другого цвета. Нет, при фашизме большинство людей жили обычной повседневной реальностью. И что важнее всего понимать, это то, что внутренняя реальность тоталитарных систем нацизма, коммунизма, фашизма, они удивительно похожи. Только если взглянуть на них изнутри. Если, например, переселиться в коммунистическую Россию и побыть там внутри, или переселиться в нацистскую Германию и побыть там внутри, это будет настолько мало отличаться от теперешней фашистской России, внутренняя пропаганда, то, как это видится изнутри, оно давно уже абсолютно стандартно. Настолько стандартно, что такое впечатление, что у всех этих диктаторов одна и та же методичка. Если не принимать это в расчет, вообще непонятно, как эти системы существуют, потому что когда все эти преступления вынесены на свет здравого осознания, кажется, что люди, которые совершали или позволяли совершать, или мирились с этим, это абсолютно ненормальные люди. Но вот только изнутри, самим этим ненормальным людям, их ненормальность не видна. Потом, если их победить и разоблачить, как это было с немецкими нацистами, они будут говорить, что мы не знали, или мы не верили, или мы верили, но не знали, или не знали, но верили, или как бы немножечко знали, но не то, чтобы и очень знали. В общем, все в точности, как придется говорить русским, если их победят, разоблачат и дефашизируют в результате какого-нибудь очередного нюрнбергского трибунала. То, что они, нацисты, убивали евреев, но так даже программа по тотальному уничтожению умалишенных вызвала такой отрицательный резонанс в немецком обществе. Что второй раз бы ее уже не повторили. Людям это не понравилось. А евреев учили не любить, так же, как и русских сейчас учат не любить украинцев. Но о тотальном уничтожении, да, большинство немцев не знали. И обычные немецкие граждане никогда не были в таком состоянии сознания, чтобы они могли брать в руки оружие и самолично убивать каких-то своих соседей, только потому, что они евреи. Максимум докладывать на них могли. газовые камеры. Так газовые камеры рассматривались немцами как самый гуманный, ну и эффективный, конечно, способ лишать жизни людей. Некоторые особенно экзальтированные немецкие женщины жаловались на евреев, что на них израсходуют весь ядовитый газ на закате войны. И если Германия проиграет этот газ, они считали предназначался для самих немцев. Они должны были этим газом отравить сами себя, чтобы уйти в небытие вслед за фюрером. Это, в общем-то, не ужасная казнь была в их глазах. То есть евреи были виноваты только в том, что на них этот газ весь могут зарасходовать и им самим не останется. Изнутри это в любом случае выглядит совсем не так, как оказалось, чем оно является снаружи. Здесь, опять же, очень хорошо было бы провести такое исследование просто читать, например, немецкие газеты периода нацизма и русские газеты периода коммунизма и теперешние российские пропагандистские средства информации и просто сравнивать их, цитировать, перепечатывать и то, и другое. Можно не обращать внимания на какие-то конкретные особенности идеологии. Там буржуазные классы, здесь евреи, там украинцы. Это все взаимозаменяемо. Хотя понятно, почему я, например, вообще не встречала подобных проектов. Внутренняя пропаганда нацизма и коммунизма, она, несмотря на все свое безумие или, может быть, благодаря этому своему безумию, они действительно уродуют сознание. Это не отражение внешнего образа, который сразу же отталкивает своим злом. Они, манипулируя сознанием, манипулируя фактами, интерпретациями, фейками, полуправдой, создают свою картину реальности, которая реально разрушает адекватное восприятие объективной реальности. Как это делает теперешняя русская фашистская пропаганда, так же это делала коммунистическая пропаганда, так же это делала нацистская пропаганда. Поэтому вот читать такие работы, такие выдержки, как ты предлагаешь, я не знаю, желательно, чтобы это делали только специалисты, у которых есть свободное время, чтобы взять какой-то тезис, который в говнище перемешивает адекватное объективное восприятие реальности и с ним пару недель поработать, чтобы восстановить это восприятие, понять в чем здесь фишка, как пропагандист это все так намутил, где соврал, где как-то онкологически передернул, чтобы это все извратить. У обычного человека, у которого нет ресурсов времени, интеллекта с этим разбираться, это будет только разрушать их адекватное восприятие реальности. Да, и при этом у русских здесь с этим восприятием реальности гораздо хуже, чем было при нацизме у немцев, потому что сколько этого нацизма у немцев было. А русские 80 лет жили при тотальной пропаганде коммунизма, а теперь вернулись к тотальной пропаганде фашизма. И тотального отречения, покаяния и суда между этими двумя историческими периодами так и не было. Так что фашизм сейчас для русских это вообще не проблема, я считаю. Если что, они для всего придумывают новые слова, новые термины, чтобы это не звучало как классический фашизм, или просто выключают мозг на любой пропаганде, которую им предложат. Вот для примера такой внутренней пропаганды я перевел речь Гитлера в Рейхстаге 6 октября 1939 года, после того, как он с коммунистами разделил Польшу. Эта речь даже не была переведена на русский язык, я перевел ее с английского. она длинная, но просто некоторые моменты. Это речь Гитлера в Рейхстаге от 6 октября 1939 года. Я запретил приносить в жертву больше человеческих жизней, чем было абсолютно необходимо. Это он говорит о вторжении в Польшу. Иными словами, я сознательно освободил германское верховное командование от приверженности принципу, который все еще соблюдался со времен Великой Войны, требуя, что праге престижа определенные цели при любых обстоятельствах были достигнуты в течение определенного срока. Все, что необходимо сделать, будет сделано несмотря на жертвы, но то, чего можно избежать, будет избегнуто. Для нас не составило бы труда сломить сопротивление Варшавы между 10 и 12 сентября, точно так же, как мы, наконец, сломили его 25 и 27 сентября. Однако, во-первых, я хотел сохранить жизни немцев, а во-вторых, я все еще цеплялся за надежду, пусть и ложную, что польская сторона могла бы на этот раз руководствоваться ответственностью и здравым смыслом, а не безответственным безумием. Но в данном случае мы снова столкнулись со зрелищем, свидетелями которого были раньше, в наибольшем из возможных масштабе. Попытки убедить ответственное за это польское командование в той мере, в которой оно существовало, что потуги сопротивления бесполезны и фактически безумны, особенно в городе с населением более миллиона человек, оказались совершенно бесплодными. Генералиссимус, в кавычках, который сам обратился в бесславное бегство, оказал в столице своей страны сопротивление, которое никогда не могло привести ни к чему, кроме ее разрушения. Искреннее сочувствие женщинам и детям заставило меня обратиться в командование Варшавы с предложением по крайней мере позволить гражданским жителям покинуть город. Я объявил временное перемирие и гарантии безопасности, необходимые для эвакуации. В результате мы все прождали эмиссаров так же бесплодно, как и в конце августа ждали польского переговорщика. Я сделал эти заявления джентльмены с целью предотвратить изобретение исторических легенд ибо если легенда должна быть сплетена вокруг любого, кто принимал участие в этой кампании, то она должна быть сплетена и вокруг немецких солдат, которые во время атаки и на марше добавили еще одну страницу к летописи своей бессмертной славы. Легенды можно было бы слагать и о тяжелой артиллерии, которая совершала неисчислимые подвиги выносливости, спеша на помощь пехоте. Бойцы наших бронетанковых механизированных частей, которые с бесстрашным мужеством, не обращая внимания на контратаки и численное превосходство противника, атаковали снова и снова, достойны этой легенды. Также легенда должна увековечить летчиков, которые не боясь смерти и зная, что если зенитный огонь не убьет их в воздухе, они, если будут вынуждены совершить посадку на парашюте, неизбежно погибнут страшной смертью, продолжали с непоколебимым мужеством выполнять разведывательные полеты, бомбовые и пулеметные атаки, открывая орудийный огонь всякий раз, когда им было приказано это сделать, и всякий раз, можно сказать и о храбрецах нашего подводного флота. Гитлер о Польше В полном пренебрежении почти 500-летним опытом, без учета уроков исторического развития на протяжении многих веков, без учета этнографических условий и без учета всех экономических соображений, в Версале было построено государство, которое, согласно всей его природе, рано или поздно должно было стать причиной самого на самом деле условия созданные со структуры этого нового так называемого государства в том, что касается его национальностей, не могли быть выяснены до сих пор. Требуется некоторое знание польских методов переписи, чтобы понять насколько чуждым истине и следовательно неуместным были и остаются статистические данные о национальном составе этой территории. В 1919 году поляки предъявляли претензии на территорию, где они претендовали на 95% большинство, например, в Восточной Пруссии, тогда как плейбисцит позже показал, что число поляков на самом деле там достигало цифры лишь в 2%. В окончательно созданном государстве, включавшем части бывшей России, Австрии и Германии, не польские элементы подвергались столь жестокому обращению, подавлению, тирании и пыткам, что любой плейбисцит полностью зависел от воли местных административных чиновников, обеспечивающих получение желаемых или требуемых результатов. Не получили большого признания и бесспорные польские элементы. И затем, вдобавок ко всему этому, государственные деятели нашего западного полушария говорили о такого рода творении, как о демократии, основанной на фундаменте их собственной системы. В этой стране правило меньшинство аристократических или неаристократических крупных землевладельцев и богатых интеллектуалов, для которых при самых благоприятных обстоятельствах их собственные польские соотечественники были ничем иным, как раб силой. По этой причине их режим никогда не поддерживался более чем 15% населения. Несмотря на невыносимые условия, царившие в этой стране, Германия стремилась установить с ней мирные отношения. В течение 1933-1934 годов я пытался найти какой-то справедливый компромисс между нашими национальными интересами и нашими стремлениями к поддержанию мира с этой страной. Было время, когда еще маршал Пилсудский был жив, тогда казалось возможным, что эта надежда материализуется, хотя бы в незначительной степени. Требовалось безграничное терпение и еще большая сдержанность, поскольку многие региональные польские административные чиновники воспринимали соглашение между Германией и Польшей просто как разрешение на преследование и уничтожение немцев в Польше с еще меньшим риском, чем раньше. За несколько лет до 1922 года более полутора миллиона немцев были вынуждены покинуть свои дома. За ними охотились, они часто не имели возможности взять даже самые необходимые вещи. Часто в течение нескольких часов многим тысячам из них приходилось в кратчайшие сроки покидать свои рабочие места, свои дома, свои деревни и поселки, не имея возможности взять с собой ничего, кроме чемодана и маленькой коробки с одеждой. Подобные вещи продолжались годами и в течение многих лет мы наблюдали за ними, всегда стремясь добиться некоторого улучшения участи несчастных немцев, живущих там путем установления более тесных отношений. Однако невозможно было не заметить тот факт, что каждая попытка Германии добиться отмены этих невыносимых условий воспринималась польскими правителями не более чем как признак слабости если не глупости. Другой причиной было то роковое обещание гарантии данное государству, которое хотя и не подвергалось никакой угрозе, очень быстро убедилось, что может позволить себе бросить вызов великой державе без риска, как только оно будет уверенно в поддержке двух великих держав, возможно даже надеясь таким образом заложить основу для реализации всех своих собственных безумных амбиций, ибо как только Польша почувствовала уверенность в этой гарантии, меньшинствам, живущим в этой стране, пришлось пережить то, что равносильно царствует террора. Я не считаю своей задачей говорить о судьбе украинцев или белорусского населения, чьи интересы сейчас находятся в руках России, тем не менее, я считаю своим долгом рассказать о судьбе тысяч беспомощных немцев, которые продолжали традиции тех, кто впервые принес культуру в эту страну столетия назад и которых поляки теперь начали угнетать и изгонять. С марта 1939 года они стали жертвами поистине сатанинского террора. Сколько из них было похищено и где они находятся, невозможно сказать даже сегодня. Деревни с сотнями немецких жителей теперь остаются без мужчин, потому что все они были убиты. В других случаях женщины, девочки и дети подвергались насилию и были убиты. В 1598 году англичанин сэр Джордж Кэррию писал в своих дипломатических донесениях английскому правительству, что выдающимися чертами польского характера были жестокость и отсутствие моральной сдержанности. С тех пор эта жестокость не изменилась. Точно так же, как десятки тысяч немцев были убиты и садистки замучены до смерти, немецкие солдаты, захваченные в плен в ходе боевых действий подвергались пыткам и массовым убийствам. Эту комнатную собачку западных демократий вообще нельзя считать культурной нацией. Предоставление гарантий этому государству и этому правительству, как это было сделано, могло привести только к ужасающим катастрофам. Ни польское правительство, ни поддерживающие его мелкие клики, ни польский народ, как таковой, не были способны нести ответственность, которая подразумевалась в таких гарантиях в пользу Польши со стороны половины Европы. Вызванные таким образом безумные чувства, вместе с ощущением той безопасности, которая им безоговорочно была гарантирована, определили поведение польского правительства в период с апреля по август этого года. Это также было причиной того отношения, которое они проявили к моим примирительным предложениям. Правительство отвергло эти предложения, потому что чувствовало себя защищенным и даже поощряемым общественным мнением, а общественное мнение защищало и поощряло его на выбранном пути, потому что правительство оставило народ в неведении, и особенно потому, что в каждом своем действии оно чувствовало себя достаточно защищенным извне. Все это привело к увеличению числа ужасающих зверств, совершенных против немецких граждан в Польше, и отклонению всех предложений по урегулированию и, в конце концов, к неуклонно растущим посягательствам на фактическую территорию Рейха. Было вполне понятно, что такое состояние ума интерпретировало немецкое долготерпение как слабость, то есть каждая уступка со стороны Германии рассматривалась как доказательство возможности каких-то дальнейших агрессивных шагов. Призывы остановить или, по крайней мере, принять меры против непрекращающихся случаев убийств, жестокого обращения и пыток немецких граждан в Польше привели к усилению этих зверств и вызвали еще больше кровожадных разглагольствований и провокационных речей со стороны польских местных административных чиновников и военных властей. На направленное в последнюю минуту Германии предложение о заключении соглашения на справедливой и равноправной основе последовала всеобщая мобилизация. То, что поляки ошибочно истолковывали как слабость, на самом деле было нашим чувством ответственности и моей твердой решимостью прийти к взаимопониманию, если это вообще возможно. Поскольку они считали, что это терпение и долготерпение были признаком слабости, которая позволила бы им сделать что угодно, не оставалось ничего другого, как показать им их ошибку, нанеся ответный удар тем оружием, которое они сами использовали в течение многих лет. Говорит Гитлер, вот даже сейчас, когда мы знаем всю историю, возникает вопрос, а что, а как, а где здесь фактическая информация, она какая-то, что-то где-то такое было или что. Вот. Ну, то же самое, как и современной русской фашистской пропагандой. Любая пропаганда, она очень негативно влияет на адекватное осознание реальности. Ее нужно читать с осторожностью. Где-то какие-то отдельные случаи, наверное, которые искусственно объединены в систему, где-то чистая ложь и клевета, где-то полуправда и так далее, и тому подобное. Еще несколько моментов его речи. В течение многих лет внешней политике Германии приписывались воображаемые цели, которые в лучшем случае можно было бы принять за возникшие в голове школьника. В тот момент, когда Германия изо всех сил пытается консолидировать свое собственное жизненное пространство, которое состоит всего из нескольких сотен тысяч квадратных километров. Наглые журналисты в странах, которые управляют более чем 40 миллионами квадратными километрами, заявляют, что Германия стремится к мировому господству. Германо-российские отношения должны оказаться чрезвычайно утешительными для этих обеспокоенных спонсоров всеобщей свободы. Ибо разве они не показывают самым решительным образом, что их утверждение о стремлении Германии к господству на Урале, Украине, Румынии и тому подобное являются лишь разрастаниями их собственных нездоровых милитаристских фантазий. В одном отношении решение Германии является бесспорным, а именно в ее намерении добиться установления мирных, стабильных и следовательно терпимых условий на ее восточных границах. Кроме того, именно здесь интересы и желания Германии полностью совпадают с интересами и желаниями Советского Союза. Цели и задачи, вытекающие из распада польского государства в том, что касается сферы интересов Германии, примерно следующие. Первое. Демаркация границы Рейха, которая будет соответствовать историческим, этнографическим и экономическим фактам. Второе. Умиротворение всей территории путем восстановления приемлемой степени мира и порядка. Третье. Абсолютные гарантии безопасности не только на территории Рейха, но и во всей сфере его интересов. Четвертое. Восстановление и реорганизация экономической жизни, торговли и транспорта, включая развитие культуры и цивилизации. Ни одна страна в мире не стремилась к миру больше, чем немецкий народ. Позвольте мне указать на некоторые факты, которые не могут быть опровергнуты каракулями лжецов из международной прессы. Первый. Германия заключила пакт о ненападении со странами Балтии. Ее интересы доносят исключительно экономический характер. Второе. В прежние времена у Германии никогда не было никаких конфликтов, интересов и даже судебных споров с северными штатами. И сегодня у нее их тоже нет. Третий. Германия не предприняла никаких шагов в отношении немецкой территории, переданной Дании по условиям Версальского договора. Напротив, она установила теснейшие и дружественные отношения с Данией. Мы не требовали пересмотра, но мы заключили пакт о ненападении с Данией. Таким образом, наши отношения с этой страной направлены на непоколебимое, лояльное и дружественное сотрудничество. Четвертый. Голландия. Новый рейх стремится продолжить традиционную дружбу с Голландией. Он не перенял никаких разногласий между двумя государствами и не создал новых. Пятый. Бельгия. Сразу после того, как я возглавил правительство, я попытался установить дружеские отношения с Бельгией. Я отказался от любого пересмотра, а также любого желания пересмотра. Рейх не выдвинул никаких претензий, которые каким-либо образом могли бы быть расценены как угроза Бельгии. Седьмой. Сразу после того, как аншлюз с Австрией стал совершившимся фактом, я сообщил Югославии, что любая граница с этой страной отныне будет рассматриваться Германией как неизменная и что мы желаем только жить в мире и дружбе с этой страной. Восьмой. Узы, которые связывают нас с Венгрией, являются старыми и традиционными узами тесной и искренней дружбы. И в этом случае наши границы неизменны. Десятый. Я зачитываю не все пункты. Однако, не только с этими государствами, но и с великими державами Германия улучшила и урегулировала те отношения, на которые в определенной степени негативно повлиял Версальский договор. Моим первым шагом было добиться изменения отношений между Италией и Рейхом. Существующие границы между двумя государствами были официально признаны обеими сторонами неизменными. Любая возможность столкновения интересов территориального характера была устранена. Бывшие врагами во время мировой войны, они тем временем стали искренними друзьями. Установление дружеских отношений не было окончательным событием. В последующие периоды это привело к подписанию сердечного пакта, основанного на наших общих философиях и политических интересах, который зарекомендовал себя как важный фактор европейского сотрудничества. Однако, моим главным стремлением было избавить наши отношения с Францией от всех следов недоброжелательности и сделать их терапимыми для обеих наций. Однажды я с предельной ясностью изложил претензии Германии в этой области и никогда не отступал от этого заявления. Ни один французский государственный деятель не может встать и заявить, что я когда-либо предъявлял Франции какие-либо требования, выполнение которых было бы несовместимо с французской честью или с французскими интересами. Однако верно и то, что я вместо требований всегда выражал Франции свое желание всегда похоронить нашу древнюю вражду и объединить наши две нации, у которых такое славное прошлое. Я сделал все возможное, чтобы искоренить идею вечной вражды между нами среди немецкого народа и привить ей уважение к великим достижениям французской нации и ее истории, точно так же, как каждый немецкий солдат испытывает величайшее уважение к подвигам французской армии. Я посвятил не меньше усилий достижению англо-германского взаимопонимания. Более того, англо-германской дружбы никогда и ни в каком месте я не действовал вопреки британским интересам. К сожалению, я слишком часто был вынужден остерегаться британского вмешательства в германские дела, даже в тех случаях, которые ни в малейшей степени не касались Великобритании. Я действительно считал одной из своих жизненных целей примирить наши два народа не только через взаимопонимание, но и через внутреннюю симпатию. Немецкая нация с радостью последовала моему примеру в этом отношении. Если мои усилия не уменьшались успехом, то только из-за враждебности со стороны некоторых британских государственных деятелей и журналистов, которые глубоко затруднели меня лично. Они не скрывали того факта, что по непостижимым для нас причинам их единственной целью было воспользоваться первой возможностью, чтобы возобновить борьбу с Германией. Чем меньше причин объективного характера у этих людей для своих планов, тем больше они пытаются мотивировать свои действия пустыми фантазиями и утверждениями. Но и сегодня я верю, что настоящий мир в Европе и во всем мире может быть достигнут только в том случае, если Германия и Англия придут к взаимопониманию. И из этого убеждения я часто указывал путь к взаимопониманию. Если в итоге не было желаемого результата, то в этом была не моя вина. Я очень хорошо понимаю, что есть заинтересованные стороны, которые извлекают больше выгод из войны, чем из мира. И я также понимаю, что для определенного сорта журналистов-международников более интересно сообщать о войне, чем о мирной деятельности или культурных достижениях, которые они не способны ни оценить, ни понять. И наконец, мне ясно, что существует определенный еврейский международный капитализм и журналистика, которые не имеют ничего общего с людьми, чьи интересы они якобы представляют, но которые, подобно древним геростатам, считают поджог величайшим успехом в своей жизни. И есть еще одна причина, по которой я чувствую себя обязанным высказать свое мнение. Читая некоторые публикации международной прессы или слушая речи разных капиталистических воспевателей войны, я считаю себя вправе говорить и отвечать от имени тех, кто вынужден служить живой субстанции для умственной деятельности этих формулировщиков целей войны, той живой субстанции, которой я сам принадлежал как неизвестный солдат более четырех лет во времена Великой войны. Это дает, пожалуй, великолепный эффект, когда государственный деятель или журналист встает и в восторженных словах объявляет о необходимости свержения режима в другой стране во имя демократии или чего-то подобного. В любом случае урегулирование мировых проблем, осуществляемое без учета жизненно важных интересов его наиболее могущественных государств, по прошествии от пяти до десяти лет, не может закончиться иначе, чем та попытка, предпринятая двадцать лет назад, которая сейчас завершена. Он имеет в виду Версальский договор. Нет, эта война на Западе не может решить никаких проблем, кроме, возможно, разоренных финансов определенных производителей вооружений, владельцев газет и других международных спекулянтов на войне. Каковы же тогда цели правительства рейха в отношении урегулирования условий на территории к западу от германо-советской демократационной линии, которая была призвана сферой влияния Германии? Во-первых, создание границы рейха, как уже подчеркивалось, должна соответствовать существующим историческим, этнографическим и экономическим условиям. Тут он отчасти повторяет то, что говорил до этого. Но все равно интересно. Во-вторых, распределение всего жизненного пространства в соответствии с различными национальностями, то есть решение проблем, затрагивающих меньшинства, которые касаются не только этой области, но и почти всех государств на Юго-Западе Европы. В-третьих, в этой связи... Ну, тут это еврейская проблема, чистая фишка самого Гитлера. В-четвертых, реконструкция... Кстати, это не была фишка даже итальянского фашизма. Это была чисто фишка Гитлера. Поэтому еврейство можно относить и именно к немецкому нацизму в его конкретной гитлеровской интерпретации, а не к фашизму в целом. В-четвертых, реконструкция транспортных объектов и экономической жизни в интересах всех, кто живет в этом регионе. В-пятых, гарантия безопасности всей этой территории. И в-шестых, формирование польского государства, устроенного и управляемого таким образом, что предотвратить его повторное превращение либо в очаг антигерманской активности, либо в центр интриг против Германии и России. Если Европа действительно искренно в своем стремлении к миру, то европейские государства должны быть благодарны за то, что Россия и Германия готовы превратить этот очаг в зону мирного развития и что эти две страны возьмут на себя ответственность и понесут неизбежно связанные с этим тяготы. Для Рейха этот проект, поскольку он не может быть осуществлен в империалистическом духе, является задачей, на выполнение которой уйдет от 50 до 100 лет. Оправдание этой деятельности со стороны Германии кроется в политической организации этой территории, а также в ее экономическом развитии. В долгосрочной перспективе, конечно, от этого выиграет вся Европа. Вторая и, на мой взгляд, безусловно, самая важная задача это создание не только веры, но и чувства европейской безопасности. Для этого сначала необходимо, чтобы цели внешней политики европейских государств были предельно ясны. Что касается Германии, то правительство Рейха готово дать подробное исчерпывающее изложение целей своей внешней политики. Во-вторых, требование реального возрождения международной экономической жизни в сочетании с расширением торговли, которая предполагает реорганизацию международной экономической системы. Другими словами, производство в отдельных государствах. Для облегчения обмена произведенными таким образом товарами необходимо организовывать рынки и вырабатывать окончательное валютное регулирование с тем, чтобы можно было постепенно устранять препятствия на пути неограниченной торговли. В-третьих, однако, наиболее важным условием реального возрождения экономической жизни в Европе и за ее пределами является установление безоговорочно гарантированного мира и чувства безопасности со стороны отдельных наций. И это будет возможно благодаря, прежде всего, сокращению вооружений до разумного и экономически приемлемого уровня. Однако, существенной частью этого необходимого чувства безопасности является четкое определение законного применения определенных современных вооружений, которые в любой данный момент могут оказать столь разрушительное воздействие на пульсирующую жизнь каждой нации и, следовательно, создать постоянное чувство незащищенности. В войне с Польшей я попытался ограничить воздушную войну целями так называемой военной важности и использовать ее только для борьбы с активным сопротивлением в данной точке. Но наверняка должна быть возможность подражать Красному Кресту и разрабатывать какие-то универсальные действующие международные правила. Только когда это будет достигнуто, может воцариться мир, особенно на нашем густонаселенном континенте. Мир, не запятнанный подозрительностью и страхом, который обеспечит единственно возможные условия для реального экономического процветания. Я не верю, что в Европе есть хотя бы один ответственный государственный деятель, который в глубине души не желает процветания своему народу. Но такое желание может быть реализовано только в том случае, если все народы, населяющие этот континент, решат работать вместе. Содействие в обеспечении этого сотрудничества должно быть целью каждого человека, который искренне борется за будущее своего народа. Для достижения этой великой цели, ведущие нации этого континента однажды должны будут собраться вместе, чтобы разработать, принять и гарантировать статус на всеобъемлющей основе, которая обеспечит им всем чувство безопасности, спокойствия, короче говоря, мира. Если эти проблемы должны быть решены рано или поздно, тогда было бы более разумно заняться их решением до того, как миллионы людей будут бесполезно отправлены на смерть, а миллиардные богатства уничтожены. Продолжение нынешнего положения дел на Западе немыслимо. Каждый день вскоре будет требовать все больше жертв. Возможно, настанет день, когда Франция начнет бомбардировать и разрушать Саербюкен. Немецкая артиллерия, в свою очередь, превратит Мюллус в руины. Франция нанесет ответный удар, а Германия, в свою очередь, обстреляет Страсбург. Затем французская артиллерия обстреляет Фрайбург, а немецкая Кольмар. Затем будут установлены дальнобойные орудия. И с обеих сторон они будут наносить удары все глубже и глубже. И национальное богатство Европы будет разбросано в виде снарядов. А энергия каждой нации будет подорвана на полях сражений. Однако, однажды, между Германией и Францией снова будет граница. Но вместо цветущих городов будут руины и бесконечные кладбища. Мистер Черчилль и его товарищи могут интерпретировать эти мои соображения как слабость или трюсость. Ой, это и кажется другой деятель. Как слабость или трусость, если им угодно. Мне не нужно беспокоиться о том, что они думают. Я делаю эти заявления только потому, что, само собой разумеется, я хочу избавить свой собственный народ от страданий. Если, однако, мнение господина Черчилля и его последователей должны будут одержать верх, это мое заявление будет последним. Тогда мы будем сражаться. Ни силой оружия, ни течением времени Германию не покорить. В истории Германии никогда не будет другого ноября 1918 года. Инфантильно надеяться на распад нашего народа. Мистер Черчилль может быть убежден, что Великобритания победит. Я ни на минуту не сомневаюсь, что Германия победит. Судьба решит, кто прав. Несомненно, только одно. В ходе мировой истории никогда не было двух победителей, но очень часто были только проигравшие. Мне кажется, что так было и в прошлой войне. Пусть те народы и их лидеры, которые придерживаются того же мнения, сейчас дадут свой ответ. И пусть те, кто считает войну лучшим решением, отвергнут мою протянутую руку. Как фюрер немецкого народа и канцлер Рейха, я могу поблагодарить Бога в этот момент за то, что Он так чудесно благословил нас в нашей тяжелой борьбе за наши права. И молить Его, чтобы мы и все другие нации могли найти правильный путь. Чтоб не только немецкому народу, но и всей Европе было даровано благословение мира. Адольф Гитлер, Берлин, 6 октября 1939 года. То есть, первая причина, по твоему мнению, это незнание большинством людей того, как фашизм выглядит изнутри. Оперированием ими историческим мифом о фашизме, созданном уже свободным обществом. С его, с этими страшилками, которые, конечно же, правда, но правда в каком-то абстрактном, мифологическом плане. Так что, если они реализацию этих страшилок увидят в реальности, они могут ее и не распознать. Плюс эта реальность размывается активной пропагандой диктатуры. Да, в случае с Россией я бы назвал еще одну причину. Русская фашистская пропаганда пользуется методом инверсии реальности. Пользуется методом отзеркаливания. Она его тоже не изобрела. Коммунисты им точно так же пользовались. И особенности своей реальной идеологии и своих реальных практик они просто переносят, например, на страны свободного мира. Просто меняют имена и названия местами, создавая безумную альтернативную картину реальности. И в этой картине реальности фашизм и нацизм для них главный непосредственный враг. А свободный мир – это враг как бы почти на религиозном уровне. Слишком высокий, слишком сильный, слишком недостижимый, чтобы его победить. Враг скорее идейный, которого вечно догоняют и перегоняют. Но такой враг становится аж слишком абстрактен для реальной, для возбуждения реальной ненависти в народе. И реальную ненависть в народе возбуждает что-то чуть более близкое им самим. Нацизм и коммунизм. Он возбуждал бы ее не быть Второй мировой войны. Это просто тоталитаризм, который являлся врагом для коммунистов. Так же, как и все отличающиеся от коммунистических системы. И поэтому здесь это рождает некоторую такую ментальную ошибку, интерференцию, заблуждение. Мы знаем, что нацизм и фашизм стоят на стороне зла. И поэтому осуждение ее как бы переносит коммунизм на сторону добра. А демонстративное осуждение типа оправданий нацизма или фашизма в современной фашистской России переносит ее как бы на антифашистскую позицию. Но это не так. На самом деле фашизм и нацизм и для коммунистов и для современных фашистов это было не то, чем оно является для жителей свободного мира. Это было просто пропагандистское бугало. Ну да, очень удобное, потому что оно действительно плохое и слишком сильно работать над пропагандой не нужно. Можно использовать ее как есть. Но в этой пропаганде оно всегда объединялось со свободным миром. То есть для коммунистов фашизм, нацизм, капитализм и вся система свободного мира это было одно целое. Она пропагандистски их объединяла. Точно так же как для Гитлера, для нацизма, коммунизм и тот же самый так называемый капитализм из страны свободного мира. Это тоже все было одно и то же еврейское целое. Можете взять и скачать и посмотреть фильм Обыкновенный фашизм, где целый час вам будут показывать горы умерших от голода, превращенных в скелетов, трупов, вырванных золотых зубов, срезанных на парики волос, тысяч, десятков тысяч убитых человек. И потом из этого часового фильма где-то минут 15, где-то примерно четверть в конце будет посвящена просто кадрам, показывающим современный свободный мир, ФРГ, Америку. И будут проводиться параллели аналогии всех этих нацистских ужасов с современным для коммунистов тогдашнего времени, когда создан был этот фильм, свободным миром. То есть в пропаганду пускалось абсолютно все. Ничего не исключалось. Все, что можно только придумать, пускалось в эту пропаганду. Можно просто открыть Трутрекер, отдел книг с историей социологии и политологии и посмотреть. Трутрекер сейчас полностью нацистско-коммунистический. Сейчас в русскоязычном пространстве наступило такое же безумие, как было при коммунизме. Просто какие-то тысячи совершенно безумных книг с совершенно безумными названиями. Но можно оттитровать по годам те, которые выходили при коммунистах. И вот примеры, например, названия таких книг. Сейчас они все активно на Трутрекере выкладываются все в одну ленту. Агрессивная идеология и политика американского империализма, 1950 год. Тень железной пяты, 1964. Атомный империализм, 1952. Лауреаты империализма. США. Собственность и власть. Военный преступник номер 239. США. Ядерные когти ястребов. Теории империалистической агрессии. Безработица неизбежный спутник капитализма. Капитализм и рабство. Левый терроризм на Западе. За фасадом всеобщего благоденствия. Дезинформация – это тоже бизнес, 1965. Дружелюбный фашизм, 1981-82. Разоблачение лживой легенды. Кризис американского духа. Правда об империалистической пропаганде. Жертвы жестокости – дети, 1985-й. Расовые теории и расовая дискриминация в англо-американских странах. История фашизма в Западной Европе, 1978-й. США. Диктатор, 1985-й. Каратель живет в Клифтоне. О фашистских приспешниках, укрывающихся в США, 1985-й. Американский вариант коричневой чумы. Нацистский опыт на службе реакции, 1984-й. Путеводитель по Российской Америке. Югославский народ под властью фашистских наимитов американского империализма, 1950-й. Антивоенное движение под прицелом спецслужб, 1984-й. Куда же ты идешь, Америка, 1984-й. Тайная полиция США, 1986-й. Кровавые следы американского империализма, 1982-й. Идеология агрессии, 1970-й. Американская социологическая пропаганда, 1978-й. Нацистские военные преступники в США и других странах НАТО, 1988-й. Имперская политика США, истоки современности, 1984-й. Сила и бессилие, внешняя политика Вашингтона, 1983-й. Сионистская западня, 1976-й. О, тут даже сионизм есть. США и НАТО источники военной угрозы, 1979-й. Миф об американском государстве всеобщего благоденствия, 1964-й. Современное мальтузианство, человеконенавистнической идеологии империалистов, 1953-й. США, поход против подлинных прав человека, 1983-й. Американский фашизм, 1949-й. Американский фашизм в педагогике, правда, 1933-й. Факты о положении трудящихся в США, целая подборка из четырех книг. Фашизм, 80-х, 83-й. Закат мирового капитализма, 59-й. Сельское хозяйство США под гнетом монополии, 56-й. Ленинизм и освобождение угнетенных народов, 60-й. Миллиарды на оружие. Военно-промышленный комплекс США, 81-й. И второе здание, 86-й. В общем, фашизм и нацизм встречаются в этой коммунистической пропаганде довольно часто. Но ничего из той пропаганды, которую сейчас использует русский фашизм, вообще не было изобретено ими. Оно было взято у их фашистских и коммунистических, особенно коммунистических предшественников. И было взято настолько скопировано, настолько очевидно, прямолинейно и старо, что это просто святые мощи. Русские сейчас используют фашизм, понятие фашизма, как и коммунисты его использовали для своих пропагандистских целей. Они как бы заняли этот термин для пропагандистских нужд. И фашизмом, в общем случае, они называют всех тех, кого они считают своими идеологическими врагами. И возникает такое ощущение, что как бы если ты начнешь называть русский фашизм фашизмом, то это будет не объективное его описание, а как бы ты фашист, не сам фашист. Нет, это ты фашист. Это чисто психологически затрудняет попытки назвать вещи своими именами. Ты как бы начинаешь говорить языком их пропаганды. Но это неправильно. Что они используют для пропаганды? Как они инвертируют значение слова? Это их собственное дело. Это никак не должно, ни на грамм не должно сказываться на нашей интерпретации и нашем вербальном описании реальности. Если мы видим фашизм, мы должны называть это фашизмом. А не расшизмом, не неофашизмом и никак не быть еще. Ну то есть можно и так называть, но это оплодить сущности сверх необходимости. Можно, как я уже говорил, конечно, каждый фашизм, каждую историческую эпоху для каждой страны, он по-своему индивидуален, поэтому не будет ошибкой называть его и своим собственным именем. Например, расшизм. Но опять же, тогда возникает ощущение, что это какой-то ненастоящий фашизм, а это обыкновенный фашизм. Но вот, кстати, это непонимание того, что фашизм, как и коммунизм, всегда звучит и имеет пропагандистскую видимость изнутри. И не так, каким он является в реальности и каким он видится снаружи по результатам своих действий. Эта ошибка пытаться увидеть в его пропагандистской мифологической реальности. Реальность настоящую может приводить к серьезным непониманиям в оценке его действий. Например, вот недавно была новость. Глава комиссии ООН по Украине сказал, что она пока не нашла доказательств геноцида со стороны России. Потому что, как сказал глава, это вопрос умысла преступников. То есть, если они не говорят, что они совершают геноцид, если они нигде не формулируют четко это намерение совершить геноцид, то они как бы его не совершают. Но дело в том, что то, что немцы, немецкие нацисты пытались совершать геноцид, мы знаем уже из рассекреченных документов, которые попали в руки победителей. Непосредственно сформулированное намерение совершать непосредственное и абсолютное зло. Мы не встретим практически нигде ни у кого. Никто, совершая геноцид, не будет говорить, да, мы хотим тут совершить геноцид, и вот сейчас мы идем, и сейчас будем совершать геноцид. Вот это сейчас люди не понимают. И этот глава комиссии ООН по Украине этого тоже не понимает. Мы в случае коммунизма, нацизма и теперешнего русского фашизма всегда будем иметь только с их пропагандистской инвертированной реальностью. Они, как и Гитлер, в своей речи будут говорить о мире, взаимном уважении и взаимопонимании, совершая свой геноцид. А русские в этой своей инвертированной реальности на самом деле вообще в очень плохом положении. Они живут в ней уже более столетия. Я даже не знаю, как бы я поднимала вопрос вины в будущем. Я думаю сейчас те, кто остались в России, так или иначе уже все определились пассивно или активно. Они уже принадлежат тому или другому миру. В лучшем случае, если наступит расклад и наступит прозрение и суд, дети следующих поколений будут смотреть где-то в их инстаграмах посты их родителей, которые они выкладывали в это время. И по времени публикации этих постов в инстаграме эти же дети, они смогут сопоставить. Когда была сделана эта счастливая фотка их мамы или папы на отдыхе в России с датой очередной бомбежки Украины, когда в этот же день украинцы доставали из-под завалов изуродованные трупы своих людей. И они смогут спросить своих родителей, а как ты жил в России, а чем ты занимался, о чем ты думал. Ну это в лучшем варианте. Да, я понимаю. Но самое страшное здесь в том, что этот вопрос, где ты был и чем ты занимался, и какие там у тебя фотки в инстаграме, его можно ставить уже на столетия назад. То есть здесь вопросы видны не только в последних действиях русского фашизма. Там все 20-е столетие русского коммунизма, это столетие русских коммунистических террористов с таким геноцидом и таким террором, что современным русским фашистам и не снились. И никто не спросил, где вы были, и никто не призвал к ответу. И никто, не рассматривая фотки их родителей, не вспоминает, потому что даже история не сохранила даты. Тех людей, которые исчезали в концлагерях, психбольницах, в тюрьмах. Потому что во второй половине 20-го века это уже история, когда они уничтожили практически всех, кого можно было уничтожить, и уже уничтожать было некого. И поэтому даже уничтожение пошло на спад. Уничтожали только случайно появившихся, которые осмеливались высунуться. Так что, скорее всего, из-за преступления теперешнего фашизма некому и некого будет спрашивать. И в этом, кстати, ужас отсутствия суда над коммунизмом. Русские люди теперь знают, что можно делать все, что угодно, а потом переключить свое сознание, просто решив воспринять как нормальную реальность абсолютно любые ужасы, абсолютно любой тоталитарной системы, и нормально жить дальше. И никто не будет наказан. Вообще, современный русский фашизм, это не так чудовищно, как кажется для целой половины мира. Мы сейчас видим, что мир разделился на его развитую демократическую свободную часть и на всякие разные страны третьего мира. Африку, Бразилию, Мексику, Индию. Которые, судя по всему, в общем-то, искренне как бы не очень сильно понимают, в чем проблема. Возникает ощущение, что вот эта альтернативная история в произведениях Сорокина с его Сахарным Кремлем или Татьяны Толстой в ее кысь, если исчезнет цивилизация первого мира, и Россия очень быстро скатится в средневековье какой-то такой вечной традиционной культуры до цивилизационного уровня. Это справедливо не только для России. Это справедливо для всего вот этого самого третьего мира. Второго и третьего мира. Для Мексики, Бразилии, Африки. Цивилизация сейчас их как бы тянет за собой своим присутствием, но они плохо понимают, зачем им нужно прилагать такие усилия. В общем-то, если бы не было ограничительных мер цивилизации, они бы там друг с другом точно так же сейчас поступали, как Россия поступает с Украиной в случае каких-нибудь локальных конфликтов. Им это норм. Турция, весь мусульманский мир, они себе спокойно делают деньги. Бразильские и мексиканские президенты, премьер-министры пытаются делать карьеры, внося бессмысленные какие-то планы урегулирования, которые сразу понятно, что в них вообще ничего нет нового, чтобы могло как-то сработать. Макрон и Байден это все сделали еще до начала войны. Все, что могли. Ну, просто чувачки используют тему для того, чтобы пропиариться. Ну, и им всем эта тема вообще вся абсолютно параллельна. Пространство каких-то нравственных идей, которые первостепенны для стран Первого мира, для них просто не существует. А фашизм, если говорить о термины, стал мифом и для Запада, и для России. Для Запада, потому что его на протяжении всего 20 века используют полезные идиоты, типа Хомских, которые называют и Америку фашистским государством, и все они заигрывают с коммунизмом. В России ввиду коммунистической пропаганды, то есть у всех по разным причинам. Но для всех фашизм стал каким-то нереальным мифом, за которым им сложно распознать лицо настоящего сегодняшнего фашизма. Здесь хорошо сработали бы, наверное, рассказы о повседневной обычной жизни людей внутри диктатур, чтобы все почувствовали, что фашизм, коммунизм, диктатура это никогда небо становится зеленым, а коровы начинают летать. Это никогда прям все приходят за всеми и отправляют всех в концлагеря. Ну, такое тоже есть в Северной Корее, но это крайняя форма. До осознания фашизма, нацизма или коммунизма нужно еще и дорасти. В свое время в молодости Иссал Женицын в России был счастлив и не понимал, в чем проблема. Ну, время от риме не пропадает кто-то на кафедре навсегда, и все почему-то перестают о нем говорить. Ну, а жизнь продолжается. Люди работают, веселятся, получают зарплаты, ходят в кино, женятся, рожают детей. Если ты не выказываешь свое право на свободу, не выказываешь свое право, причем не на ту свободу, на которую тебе объяснили, как у коммунистов, изменив значение этого термина и заменив свободу своим определением свободы по какому-нибудь Марксу, Ленину и Энгельсу. Если ты не начинаешь задавать неправильных вопросов и не начинаешь делать неправильных выводов, если ты, в принципе, не становишься нормальным гражданином и не проявляешь какой-то активности в настоящем гражданском пространстве, то правильно ты не почувствуешь, в общем-то, этот коммунизм, нацизм или фашизм. Ну, могут начать сыпаться бомбы, может начаться мобилизация, может начаться ухудшение экономического положения, но этого всего может и не начаться. Для того, чтобы говорить о системе государства, такой как фашизм, надо говорить о тебе как о гражданине, о твоей вовлеченности в это государство. Если ты живешь жизнью обывателя, то с фашизмом или свободой ты будешь сталкиваться только как-то косвенно. В общем, тогда тебя, конечно, это касаться не будет. Здесь, в этом отношении, мне очень нравится фото работников концлагеря с Венцем. В интернете можно найти даже не одно такое фото. В концлагере был довольно большой штат, было много не только мужчин-сотрудников военной формы, но и женщин-сотрудниц в гражданской форме. И они фотографируются, это просто обычные веселые гражданские люди того времени. То есть это не рептилоиды-мутанты, это действительно просто обычные люди. Они просто ходят на работу. Ну, только работа у них освенцем. Красивые женщины, обычные парни с нормальными лицами. Ну, в общем-то, все фото России 20 века модно отнести сюда же. И вот неспособность сопоставить ту реальность, которую ты воспринимаешь, с тем, чем является на самом деле нацизм, коммунизм, фашизм. Это, с одной стороны, для русских результат пропаганды, ну, и это же сегодня результат развития в России того фашизма, который русские люди упорно продолжают не распознавать. Но есть ведь единицы, которые осознают, от чего это вообще интересно зависит. Я как-то читала книгу Владимира Лобаса «Желтый королей». Это эмигрант 70-й, который уехал из коммунистической России в Америку и устроился работать там на радио «Свобода». Ну, а потом радио «Свобода» его тоже разочаровало. Он счел, что и там недостаточно свободы и пошел работать просто таксистом в Нью-Йорке. И вот человек бросил все в 70-е годы 20-го века и эмигрировал в Соединенные Штаты. То есть он уже тогда воспринимал правду за железным занавесом и был не готов идти на сделки с собой и со своей совестью. Вот он не был готов, этот одинокий американский таксист. А тысячи русских прекрасных, великих ученых, писателей, актеров, химиков и математиков, спортсменов и режиссеров, астрономов и космонавтов были готовы. От чего это зависит? Я же говорю, как и коммунизм, современный русский фашизм – это просто кладезь для исследований. Да и традиционные формы старого фашизма, судя по мифологическому образу, который держится в сознании большинства современных людей, еще не то чтобы хорошо изучен, несмотря на то, что вроде бы как его изучали вдоль и поперек. Так что все это очень интересные вопросы. Давай когда-нибудь поговорим об этом тоже. Хотя я бы хотел, честно говоря, заняться этим профессионально и остаток своей жизни заниматься изучением тоталитарных систем и изучением того, как Россия пришла к тому, к чему она сейчас пришла. Заниматься психологией свободы и психологией подчинения, психологией тоталитарных диктаторов и организацией ментальности жителей нацистско-коммунистических и фашистских диктатур. Ведь многие свободные страны, они настолько далеки от понимания вообще возможности существования таких ментальностей и такого поведения, которое показывают жители тоталитарных стран, что одни для них действительно рептилоиды, одни для них практически мутанты. Особенно для англоговорящих народов. Если посмотреть, как американцы показывают коммунистов или фашистов, или нацистов, для них они, ну, просто какие-то совершенно комичные существа совершенно другого человеческого вида. Там не проскальзывает реальное понимание, как такое может существовать, и как оно вообще обустроено, и как оно работает. Кем должны быть эти люди, чтобы допускать такое не только с другими, но и с самими собой? И почему? Вот это все хорошие вопросы. И на них можно находить ответы. Давай в следующий раз поговорим о том, можно ли выделить психотип фашиста или коммуниста с той или иной статистически вероятной предрасположенностью. Вот живя в России и внезапно встретив какого-нибудь нового человека, я, например, могу с той или иной вероятностью примерно предсказать, будет он фашистом или нет. Пассивным или активным, в какой степени. Это, конечно, все вероятностные предсказания, но мне кажется, я уже достаточно ориентируюсь, чтобы предсказывать правильно, это с вероятностью больше 50%. Как минимум, я нахожу какие-то корреляции между особенностями отношения к себе, отношения к другим, отношения к обществу, даже между привычками, между тем, что любят и что не любит человек, тем, что для него важно и что для него не важно. Мне кажется, сейчас можно выделить какой-то ментальный тип гражданина и фашиста, гражданина и коммуниста. Да, мне кажется, тоже можно. Скорее всего, это будет чисто статистическая, многоплановая картина, как 14 пунктов фашиста Умберта Эко. Это будет такое облако личностных характеристик и признаков, связанных положительными, отрицательными, корреляционными связями с той или иной достоверностью, но выше среднего, с предрасположенностью к фашизму. Причем в таком личностном случае многие из этих признаков будут, в отличие от признаков фашизма, как социального явления Умберта Эко, которые сами по себе, каждый из них отрицательный, каждый из них зло, эти личностные признаки людей будут, в общем-то, неплохими. Они будут обычными, нормальными, нейтральными. Это будет просто типаж, с которым люди живут во всех странах, во всем мире, как обычные люди. Только если они не попадают в условиях действующего фашизма. Тогда он начинает работать на систему. Ну и черты его будут еще более размыты, чем образ фашизма, как социального явления Умберта Эко. То есть, понятно, на личностном плане здесь будет гораздо больше отклонений. И различить психотип и ментальность фашиста здесь будет так же, как и отличить кошку от собаки. Только по общему образу в целом, в котором целые ряды совокупности отдельных признаков, в общем, могут быть исключены. Могут не проявляться. Окей, все, договорились. В следующий раз об этом поговорим. А в этот раз всем пока. До встречи. Увидимся. Всем спасибо. Все свободны. Знаешь, откуда эта фраза? Нет. То есть, кажется, да, но забыла. Есть один такой жестокий анекдот про нацистский концлагерь. Германия проиграла во Второй мировой войне. Работники концлагеря выстраивают заключенных, зачитывают пакт о капитуляции Германии и говорят, всем спасибо, все свободны. Этот анекдот на самом деле очень хорошо описывает игровое восприятие социальной реальности. Здесь, если какой-нибудь социолог описывает мир как игру, он бы описал вот эти вот роли заключенных, надсмотрщиков и прочие навязанные идеологии как игру, которая имеет место только внутри какой-то идеологической парадигмы. И в эту игру как бы играют, вольно или невольно, все. И надсмотрщики, и заключенные. То есть, сейчас идеология такая, что этот человек считается человеком, этот человек не считается человеком. Завтра вышел указ, что тот человек, который не считался человеком, он теперь человеком считается. Ну, например, темнокожий после отмены рабства. Или, там, лица неарийской национальности после поражения нацизма. И все, все прочитали. А, ну да, теперь другая парадигма. Ну, все, хорошо, всем спасибо, все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok